Виктор Гюгос, Сент-Беллу, 4 ноября 1830 года. Только что прочел вашу статью о вас самом и заплакал над ней. Ради Бога, друг мой, заклинаю вас, не поддавайтесь отчаянию. Вспомните о своих друзьях, особенно о том, чье письмо вы сейчас читаете. Вы же знаете, кем вы стали для него, как он доверял вам в прошлом и станет доверять в будущем. Помните, что если жизнь ваша отравлена, будет навсегда отравлена и его жизнь. Ему необходимо знать, что вы счастливы. Не падайте же духом, не презирайте то, что делает вас великим, ваше дарование, вашу жизнь, вашу добродетель. Не забывайте, что вы принадлежите нам, что есть два сердца, для которых вы всегда самый дорогой предмет заботы. Приходите навестить нас. Сент-Бёв пришел поблагодарить Гюго, и тот говорил с ним как брат, умолял его отказаться от любви, губительной для их дружбы. Виктор Гюго, так же как Жорж Санд, как все романтики, уважал право на страсть. Но, вероятно, он думал о Сент-Бёве как Дон Руй Гомес об Эрнане. Так вот мне плата за гостеприимство. Однако для него было бы ужасным отдать другому роль великодушного героя и согласиться сыграть роль ревнивого мужа. Он предложил Сент-Бёв предоставить Аделе самой сделать выбор между ними двумя, и при этом искренне верил, что поступает в высшей степени благородно. Из этого вышла бы прекрасная сцена для одной из его драм. Но, несмотря на подлинное свое благородство, Гюго в данном случае вел себя весьма неловко. Разве мог Сент-Бёв, как бы он ни был влюблен, согласиться на его предложение? У Адели было четверо детей. Сент-Бёв едва зарабатывал себе на жизнь. Ему казалось, что предложение Гюго было более жестоким, чем великодушным. Благородная поза противника заставляет соперника притихнуть. Хотя и не изменяет его чувств. Описывая эту сцену в своем романе «Сладострастие», Сент-Бёв вкладывает в уста Амори следующие слова. «Меня так ошеломила эта сцена, так взволновала мягкость этого сильного человека, что я не мог ответить ничего вразумительного. Я даже не смел поднять глаза, боясь, что вижу, как краска смущения заливает это суровое и чистое лицо. Я торопливо пожал ему руку, пробормотав, что я всецело полагаюсь на него, и мы заговорили о другом». Сент-Бёв пообещал, что он сделает над собой усилие и постарается все забыть, чтобы прийти, как прежде, по-дружески. Но ушел он, чувствуя себя униженным, и 7 декабря написал душераздирающее письмо. Сент-Бёв Виктору Гюго «Друг мой, я не могу этого вынести, если бы вы знали, как проходят для меня дни и ночи, какие противоречивые страсти владеют мною, вы бы пожалели меня, оскорбившего вас, и пожелали бы мне смерти, но никогда не осуждали бы меня, и память обо мне предали бы вечному забвению. Во мне, знаете ли, кипит бешенство, я полночаяния, минутами мне хочется уничтожить вас, право, хочется убить вас. Простите мне эти ужасные порывы. Подумайте, однако, что у вас-то такая полнота жизни, столько у вас замыслов, а в моей душе пока пустота после нашей погибшей дружбы. Как, неужели она навсегда утрачена? Больше я уже не могу приходить к вам, ноги моей больше у вас не будет, это невозможно, но это отнюдь неравнодушие. Если я впредь не буду видеться с вами, то лишь потому, что такая дружба, как та, что была у нас с вами, не может чуть теплиться. Она живет или ее убивают. — Ну, что я делал бы теперь у вашего семейного очага, когда я заслужил ваше недоверие, когда между нами закралось подозрение, когда вы тревожно наблюдаете за мной, а госпожа Гюго не смеет посмотреть на меня, не попросив у вас взглядом разрешения? Нет, мне непременно нужно удалиться и свято блюсти заповедь — воздержись. На следующий день Гюго ответил очень мягко. — Будем снисходительно друг другу, дорогой мой. У меня своя рана, у вас своя. Горестное потрясение пройдет, время все излечить. Будем надеяться, что когда-нибудь мы увидим в том, что пережили, лишь причину еще больше полюбить друг друга. — Жена прочла ваше письмо. — Приходите ко мне, приходите почаще, всегда пишите мне. Но ведь он нарочно сказал «ко мне», он не сказал «к нам», и Сент-Бев не пришел. А Гюго передал жене свое трагическое объяснение с ним. Сказал, что он предложил Сент-Беву, показал письма Сент-Бева. Странная ошибка со стороны знатока человеческих душ. Разве могли оставить Адель равнодушной, болезненные ноты скорби, звучавшей в этих письмах? Как ей было не пожалеть своего друга, своего наперсника, которого она к тому же обратила, как ей казалось, на путь благочестия? Как Гюго не догадался, что она скорее уж извинит Сент-Бева за то, что он отверг нелепое предложение, чем простит мужу готовность лишиться ее? Все это еще оставалось скрытым в ее гордой и неразумной головке. 1 января 1831 года Сент-Бев прислал игрушки детям, и Гюго отправил ему записку. «Как вы добры к моим детишкам, дорогой друг. Нам с женой очень-очень хочется лично поблагодарить вас. Приходите послезавтра, во вторник, пообедать с нами. 1830 год прошел. Ваш друг Виктор». Ответа не было. Пытаясь забыться, Сент-Бев погрусился в изучение политико-религиозной доктрины, Сент-Симонизма. У меня в ту пору сердце болело, страдания терзали сердце, охваченные страстью. И чтобы отвлечься, я играл во всякие умственные игры. Гюго вновь принялся за собор Парижской Богоматери. Адель, покинутая, мечтала. Рок Собор Богоматери очень стар, но, пожалуй, он переживет Париж, видевший, как он родился. Жерар Денерваль В начале января 1831 года Гюго завершил работу над собором Парижской Богоматери. Этот длинный роман он написал за шесть месяцев, представив рукопись в крайний срок, назначенный издателем Госленом. В сущности, ему нужно было только все записать и скомпоновать, а материал он собирал и обдумывал три года. Он прочел много исторических трудов, хроник, хартий, описей, грамот, изучал Париж времен Людовика XI, осматривал то, что сохранилось от старых домов той эпохи. И, главное, он досконально знал собор, его винтовые лестницы, его таинственные каменные коморки, старинные современные документы. В этом романе, надеялся он, все будет исторически точным — обстановка, люди, язык. Впрочем, мне это важно в книге. Если есть в ней достоинства, то благодаря тому, что она плод воображения, причуды и фантазии. В самом деле, если эрудиция автора была вполне реальна, персонажи романа кажутся нереальными. Архидиакон Клод Фролло — чудовище. Квадимода — уродливый большеголовый карлик, один из гротескных образов, теснившихся в воображении Гюго. Эсмеральда — скорее прелестное видение, чем женщина. Однако этим персонажам предстояло жить в умах людей всех стран и всех наций. Ведь они обладали бесспорным величием эпических мифов и той глубокой правдивостью, которую им сообщила их тайная связь с душевным миром автора. Нечто от самого Гюго закралось в образ Клода Фролло, раздираемого борьбой между плотским вожделением и обетом целомудрия. Было нечто от Пепиты и от Адели в ее юности в образе Эсмеральды, золотисто-смуклой, как девушка Андалусии, тоненькой цыганочки с огромными черными глазами. Была тут такая важная для Гюго тема тройного соперничества вокруг Эсмеральды — архидиакона, хромого звонаря и капитана Февыша Топера. Трес Пара Уна — было, наконец, и нечто от смятения, пережитого Гюго в 1830 году в угрюмом приятии Клодом Фролло о роковой неизбежности. Нигде нет прямой исповеди, пуповина была перерезана, но пока произведение росло, оно все время питалось жизнью творца. Читатель смутно чувствовал это тайное соответствие, невидимое и мощное оно оживляло роман. Но, главное, роман жил жизнью вещей. Подлинный его герой — это огромный собор Богоматери, вырисовывающийся на звездном небе черным силуэтом двух своих башен, каменными баками и чудовищным крупом, подобно двухголовому сфинксу, дремлющему среди города. Виктор Гюго, собор Парисской Богоматери. Примечание редакции. Как и в своих рисунках, Гюго умел в своих описаниях показывать натуру в ярком освещении и бросать на светлый фон странные черные силуэты. Эпоха представлялась ему игрой света на кровлях, укреплениях, скалах, равнинах, водах, на площадях, кишащих толпами, на сомкнутых рядах солдат, ослепительный луч, выхватывая здесь белый парус, тут одежду, там витраж. Гюго был способен любить или ненавидеть неодушевленные предметы и наделить удивительной жизнью какой-нибудь собор, какой-нибудь город и даже виселицу. Его книга оказала глубокое влияние на французскую архитектуру. До него строения, возведенные до эпохи Возрождения, считали варварскими, а после появления его романа их стали почитать как каменные Библии. Создан был Комитет по изучению исторических памятников. Гюго, формировавшийся в школе Надье, вызвал в 1831 году революцию в художественных вкусах Франции. Собор Парижской Богоматери не был ни апологией католицизма, ни вообще христианства. Многих возмущала эта история о священнике, пожираемом страстью, пылающем чувственной любовью к цыганке. Гюго уже отходил от своей еще недавней непрочной веры. Во главе романа он написал «Рок», «Рок», а не провидение. Хищным ястребом «Рок» парит над родом человеческим, не так ли? Преследуемый ненавистниками, познав боль разочарования в друзьях, автор готов был ответить «Да». Жестокая сила царит над миром. «Рок» — это трагедия мухи, схваченной пауком. «Рок» — это трагедия Смиральда, ни в чем не повинной и чистой девушки, попавшей в паутину церковных судов. А высшая степень — «Рока», — «Рок», управляющий внутренней жизнью человека, гибельный для его сердца. Адель и сам Сен-Бёв, жалкие мухи, тщетно бившиеся в тенетах, наброшенных на них судьбой, тоже подпадали под эту философию. Быть может, Гюго, звучное эхо своего времени, воспринял антиклирикализм своей среды. «Это убьет то. Печать убьет церковь. Каждая цивилизация начинает с теократии, окончается демократией». Виктор Гюго, Собор Парижской Богоматери. Примечание редакции. Изречения, характерные для того времени. Ламенне, прочитав роман, упрекал его за то, что в нем недостаточно католицизма, но хвалил его живописность и богатство воображения автора. Госье восхвалял стиль, гранитный стиль, неразрушимый, как средневековые соборы. Ламартин писал, «Это колоссальное произведение, допотопная глыба. Это Шекспир в романе. Это эпопея средневековья. Однако это безнравственно, потому что довольно ясно чувствуется отсутствие проведения. В вашем храме есть все, что угодно, только в нем нет ни чуточки религии». От Сент-Бева Гюго ждал, несмотря ни на что, большой статьи о романе и полагал, что своим поведением в декабре 1830 года он заслужил, чтобы дружба литературная и даже просто дружба устояла перед домашними передрягами. Он попытался считать чувства Сент-Бева к Аделии любовью преступной, но чистой и безнадежной в духе Вертера. А ведь Вертер уважал честь Альбера, мужа Шарлотты. Словом, невзирая на трехмесячные молчания Сент-Бева, Гюго твердо надеялся, что без труда приведет его к сознанию долга и к прежнему восхищению другом. Он ошибся. За время своего молчания Сент-Бев очень изменился. От небесного тона утешений он вновь обратился к горькому и скептическому тону Жозефа де Лорма. Он бесцеремонно говорил об Аделии со всеми своими приятелями, даже со священниками, например, с Аббатом Барб и Ламене. Гутингер писал ему. «Я слышал много разговоров о ваших любовных делах. Действительно, они стали одной из глободневных сплетен в Париже». В марте Гюго написал ему письмо, в котором сообщил, что рекомендовал его Франсуа Бюло, занявшемуся тогда возрождением журнала «Ревю» де Де Монт, и упомянул, что послал Сент-Беву экземпляр собора Парижской Богоматери. Сент-Бев счел грубым маневром то, что ему оказывают услугу, о которой он не просил, словно заранее платят ему за ожидаемую от него любезность. Сент-Бев был неправ. Услугу Гюго оказал скорее уж Франсуа Бюло, чем Сент-Беву, но тот все понял по-своему. Лишний раз он удивился чудовищному эгоизму Гюго и на письмо не ответил. Гюго встревожился, написал второе письмо, предложил, что придет за Сент-Бевом для долгого, глубокого, душевного разговора. Но такого рода эпитеты могли только возмутить недоверчивую натуру Сент-Бева, и 13 марта 1831 года Гюго получил от него резкое письмо. Не по форме, она была чрезвычайно вежливой, но по самой сути. — Привязанность? — Восхищение? — Да, все это осталось нерушимым, — утверждал Сент-Бев. — Но сказать вам, что привязанность эта осталась той же самой, какой она была, сказать, что восхищение еще живет в моей душе, словно некой домашний семейный культ божества, — это значило бы солгать вам. И если бы я двадцать раз заверил вас в прежнем поклонении, вы бы мне все равно не поверили. Неожиданный поворот. Оказывается, Сент-Бев был оскорбленной стороной. — Каким бы преступником я ни был перед вами, или каким должен был казаться вам, я полагаю, друг мой, что и вы были тогда виноваты передо мной. Имея в виду ту тесную дружбу, которая связывала нас, это была вполне реальная вина, заключавшаяся в недостатке искренности, доверия и откровенности. — Я не намерен ворошить печальные воспоминания, но именно это и причинило мне боль. Вздумывая рассказать о своем поведении, то в глазах всего света оно было бы безупречным, ведь оно было достойным, твердым и благородным. А я вот не считаю его столь душевным, столь хорошим, столь редкостным, столь исключительным, каким оно бы могло быть при той задушевной дружбе, которая тогда соединяла нас в жизни. Каждого человека изумляет дурное мнение о нем других людей. Гюго был ошеломлен. Он ответил Сент-Веллу только через пять дней, до 17 марта 1831 года. — Я не хотел отвечать под первым впечатлением от вашего письма. Впечатление это было слишком печальным и слишком горьким. Я бы тоже оказался несправедливым, как и вы. Я решил подождать несколько дней. Нынче я, по крайней мере, спокоен и могу перечесть ваше письмо, не боясь разбередить глубокую рану, которую оно нанесло мне. Должен сказать, не думал я, что все случившееся между нами, известное лишь нам двоим на всем свете, могло быть когда-нибудь забыто. Вы ведь должны помнить, что произошло при обстоятельствах самых горестных в моей жизни, в ту минуту, когда мне пришлось выбирать между нею и вами. Вспомните, что я вам тогда сказал, что я предложил, что я обещал. Конечно, с твердым намерением выполнить обещание и поступить так, как вы того пожелаете. Вспомните это и скажите, как вы могли написать, что в этом деле у меня не было по отношению к вам искренности, доверия, откровенности. И все это вы написали мне через какие-нибудь три месяца. Я вам это прощаю сейчас. Но, может быть, придет день, когда вы сами себе этого не простите. На полях этого письма, рядом со словами, известные лишь нам двоим на всем свете, Сент-Беоф написал, вероятно, для потомства, «Ложь! Он этим хвастался перед нею, приписывая мне то, чего я не говорил». Рядом со словами «Вспомните, что я вам предложил» стоит глобная реплика. В эту самую минуту он мне лгал и вел двойную игру. На конверте написано «Он вел двойную игру», писал мне пышно, а действовал наперекор. Оттого и шел несколько лет упорный поединок между нами. Упорный поединок, в котором двое мужчин сражались из-за Адели, и эти заметки на полях, как нам кажется, доказывают, что отчасти и на нее тут падает ответственность. Нельзя отрицать, что летом 1831 года она разлюбила своего знаменитого мужа. Он сам в отчаянии признает это и даже говорит это сопернику. Почему охладела жена? У Гюго, так же, как у его отца, требования чувственности были, несомненно, сильнее обычных. Адель жаждала отдыха, страшила вспылких страстей и отвергала домогательство мужа. Сент-Бёв в своих стихах ликовал. «Адель, бедняжечка, как часто ночью темный, в тот час, когда твой лев свирепый, неуемный, врывается в твое ночное забытье, чтобы схватить тебя и грубо взять свое, тебе приходится, овечка дорогая, вести тяжелую борьбу, изнемогая, хитрить на все лады, чтоб верность сохранить тому, с кем чистых чувств тебя связала нить». Перевод Шафаренко. Примечание редакции. К тому же муж, окруженный орелом славы, вовсе не обязательно бывает любезным с женой. Даже наоборот, как мать, всецело отдающая себя своим детям, поэт всего себя отдает творчеству. Он становится раздражительным, нетерпимым, властным. Адель, как она это и предвидела во времена их помолвки, обрела в Виктории деспотического повелителя. Она жалела о своем робком и покорном поклоннике. Не подлежит сомнению то, что она потихоньку встречала с Сент-Беллом, видела с ним наедине, что она неосторожно передавала ему слова своего мужа, и даже несомненно то, что на этих тайных свиданиях, вдали от циклопа, влюбленная пара безжалостно критиковала его. Переход от супружеской верности к измене сердца и ума занял несколько месяцев. В апреле соперники обменивались резкими письмами, а затем под давлением Адели они помирились. Обоих растрогало то, что она заболела из-за этих растрей. Сент-Белл написал Гюго «Могу я прийти пожать вам руку?» Гюго ответил «Приходите в ближайшие дни пообедать с нами непременно». Необходимо напомнить, что в это время Сент-Белл уже прочел собор Парижской Богоматери, что, несмотря на всеобщие похвалы, книга не очень понравилась ему, и он не собирался написать о ней статью. Гюго знал это, а, следовательно, приглашал его к себе бескорыстно. Но эта попытка возобновить прежнюю близость оказалась неудачной. У обеих сторон недоставало теперь доверия. Когда все трое были вместе, Гюго следил за женой и за другом. Оставшись с Аделио один, он устраивал ей сцены. Вперва она старалась утихомирить его, кротостью, затем потеряла терпение. «Разве я виновата, что меньше тебя люблю, когда ты меня мучаешь?» Тут он бросался к ее ногам, потом писал ей «Прости меня». Чтобы его успокоить, она просила его всегда быть третьим, когда приходит Сент-Белл. Возможно, это была женская хитрость, которая, однако, лишь усиливала опасения мужа. В конце июня у Гюго, однако, появилась надежда. Во-первых, Адель с детьми уехала на лето из Парижа к Бертенам, в их замок Дерош. Этот красивый дом, окруженный большим парком, построен был близ деревни Бьевры на зеленом холме, возвышавшемся над долиной. И оттуда открывался широкий вид, словно нарочно созданный на радость глазу. Луи-Франсуа Бертен, основатель газеты «Журналь де де Ба», именовавшийся Бертен старший, Энгр оставил его великолепный портрет, очень любил Дерош и охотно отдыхал там. По соседству жили приятели Бертена, Ленорманы и Дольфусы, у которых была отомстится набивная фабрика. В доме составился кружок приветливых и культурных людей. Сыновья Бертена, художник Эдуард Бертен, журналист Арман Бертен, дочь Луиза, музыканша, которая ставила на домашней сцене оперы на сюжеты, почерпнутые у Вальтера Скотта. Гюго познакомился с Бертенами в 1827 году. После статьи о водах и балладах, появившейся в Деба, он пришел к Бертену-старшему поблагодарить его. Бертена, так же, как и Дюбуа, очаровала святое семейство поэта. Между супругами Гюго и Бертенами возникла нежная дружба, особенно с мадемуазель Луизой, девушкой некрасивой, чересчур полной, почти что тучной, но всех пленявшей величавым душевным спокойствием. Мужчина по уму, а сердцем женщина. Добрая фея счастливой долины Бьевры. Она стала близким другом Виктора Гюго и второй матерью для его детей. В усадьбе Рош Виктор Гюго откладывал в сторону свой скипетр главы литературной школы, в свою романтическую маску и становился очень простым человеком, отцом семейства, парижским буржуа, давал волю в своей чувствительной натуре. Каждый год для него было великой радостью видеть вместо городских бульваров, с их запыленными серыми вязами, зеленую траву, лесистые склоны холмов. — Я отдал бы весь мир за ваш парк и всех людей за вашу семью, — писала мадемуазель Луизи и добавлял. — Все ели черного леса не стоят той акации, что растет у вас во дворе. В Роши маленькая Деде бежала посмотреть на своих любимых коров. То-то и Шары получали от отца игрушечные колясочки, которые он сам мастерил для них из картона, а степенная Дедина по прозвищу Кукла упрашивала мадемуазель Луизу поиграть ей на фортепиано. — Виктор Гюго, Луизе Бертен, 14 мая 1840 года. — Если бы можно было вернуть пролетевшие годы, я хотел бы вновь пережить одно из тех лет, когда мы проводили такие чудные вечера около вашего фортепиано, а дети играли вокруг нас, меж тем как ваш отец, добрейший человек, хлопотал о том, чтобы всем нам было тепло и светло. По возвращении в Париж все дети писали мадемуазель Луизе или просили Виктору Гюго написать за них и бронили его, когда находили письмо неудавшимся. — Папа написал не так, как я ему сказала, — добавляла Дедина в приписке. Летом 1831 года такого бурного для Гюго умиротворяющее влияние Бертенов произвело чудо. Поэт совершал прогулки при луне под сенью ив, поникших над рекой. Теперь он слышал только музыку и голоса детей. Растворяясь в природе, он забывал роковой город. А Дель Гюго тоже как будто поддалась очарованию этой жизнью. Ходили слухи, что Сен-Двёв согласился занять предложенную ему бельгийцами кафедру профессора в Льеже. И так соперник удалится. Но, увы, в начале июля Гюго допустил неосторожность. Написал ему, что все идет прекрасно, и Адель вновь кажется очень счастливой. Тотчас же Сен-Двёв, задетый за живое, отказался от профессорской кафедры в Льеже. И тогда Гюго, сбросив всякую гордость и всякое благоразумие, не справившись со своим страданием, признался Сен-Двёв в своих страхах. Виктор Гюго, Сен-Двёв, 6 июля 1831 года То, что я хочу сказать вам, дорогой друг, причиняет мне глубокое страдание, но сказать это необходимо. Ваш переезд в Льеж избавил бы меня от объяснений. Вы, несомненно, замечали иногда, как я хочу того, что во всякое другое время было бы для меня настоящим несчастьем, а именно расстаться с вами. Но раз вы не уезжаете по каким-то, вероятно, основательным причинам, мне надо, друг мой, излить перед вами душу хотя бы в последний раз. Я дольше не могу выносить то состояние, которому не будет конца, пока вы живете в Париже. Так перестанем на время встречаться, а когда-нибудь, как можно скорее, мы встретимся вновь и уж не расстанемся до конца жизни. Черкните мне несколько слов. Кончаю на этом письмо. Сожгите его, чтобы никто, даже вы сами, не могли его впоследствии прочесть. Прощайте. Ваш друг, ваш брат Виктор. Я показал письмо только той особе, которой следовало прочесть его раньше вас. Ответ Сент-Беова полон коварной кротости. Роли переменились. Он втайне торжествовал, но разыгрывал из себя простачка. Чем, собственно, Гюго оскорблен? Да и был ли он оскорблен на самом деле? Он, Сент-Беов, замечал мрачный вид своего друга, но приписывал эту угрюмость влиянию возраста. Его молчание объяснял тем, что они друг друга знали насквозь, обо всем переговорили и ничего нового не могли бы сказать. Что касается той особы, он ведь никогда не бывал с ней наедине. Добавлю, что последнее ваше письмо очень меня опечалило, очень огорчило, но нисколько не вызвало во мне раздражения. Горько сожалею, втайне скорблю, что для такой дружбы, как ваше, я стал камнем преткновения, внутренним нарывом, осколком ножа, сломавшегося в ране. Но уж приходится возложить вину за это на судьбу, ибо я не виноват в том, что стал орудием пытки, терзающей ваше великое сердце. — Берегитесь, мой друг. Говорю это вам без всякого ехидства. Берегитесь, поэт. Не верьте порождением вашей фантазии. Не допускайте, чтобы под ее солнцем расцветали подозрения. Не прислушивайтесь с волнением к тому, что бывает просто эхом вашего собственного голоса. — И на это бедный Гюго отвечает. — Вы во всем правы. Ваше поведение было честным, безупречным. Вы не оскорбили и не могли никого оскорбить. — Все это я сам придумал, друг мой. Бедная моя несчастная голова. Я люблю вас в эту минуту больше, чем прежде, а себя ненавижу. Говорю без всякого преувеличения. Ненавижу за то, что я такой сумасшедший, такой больной. — Если когда-нибудь вам понадобится моя жизнь, я отдам ее для вас, и жертва тут будет с моей стороны небольшая. Дело в том, знаете ли, что я теперь несчастный человек. Говорю это только вам одному. Я убедился, что та, которой я отдал всю свою любовь, вполне могла разлюбить меня, и что это едва не случилось, когда вы были возле нее. Сколько я не твержу себе все то, что вы мне говорите, сколько не убеждаю себя, что самой мысли об этом безумие, достаточно одной капли этого яда, чтобы отравить мою жизнь. — Да, пожалейте меня. Я поистине несчастен. Я и сам уж не знаю, как мне быть с двумя существами, которых я люблю больше всего на свете. Вы — одно из этих существ. Жалейте меня, любите меня, пишите мне. Читать это письмо было наслаждением для самолюбия Сент-Беова. Стало быть, божество, по собственному его признанию, пало в глазах своей служанки. С безмятежным спокойствием человека, выигравшего партию в игре, Сент-Беов принялся давать советы. Сент-Беов Виктору Гюго, 8 июля 1831 года. — Позвольте мне сказать еще кое-что. Есть ли у вас уверенность в том, что вы не вносите под влиянием роковой силы воображения чего-то чрезмерного в ваше отношение с существом столь слабым и столь для вас дорогим, чего-то чрезмерного, пугающего, отчего она, вопреки вашей воле, замыкает свое сердце? И получается, что вы сами, своими подозрениями, приводите ее в такое моральное состояние, которое усиливает ваше подозрение и делает его еще более жгучим. Вы так сильны, друг мой, так своеобразны, так далеки от обычных наших мерок и едва уловимых оттенков, что порой, особенно в минуты страстных волнений, вы, должно быть, все окрашиваете и все видите по-своему. Во всем ищите отражений ваших призраков. Постарайтесь же, друг мой, не мутить чистый ручей, что бежит у ваших ног. Пусть он, как прежде, течет спокойно, и скоро вы увидите в его прозрачной воде свое отражение. Я не стану говорить вам, будьте милосердным и будьте добрым, вы такое есть, слава Богу, но я скажу, будьте добрым попросту, снисходительным в мелочах. Я всегда думал, что женщина, супруга гениального человека, похожа на Семелу. Милосердие божества состоит в том, чтобы не сверкать перед ней своими лучами, стараться приглушить свои громые молнии, ведь когда Юпитер блещет, даже играя, он зачастую ранит и сжигает. Экой проповедник. А ведь он в то же время переписывался с Аделью. Она получала его письма то на почте, до востребования, под именем госпожи Симон, то через Мартину Гюго, бедную родственницу поэта, которую он приютил у себя, за что она отплатила ему предательством. Сент-Бех писал для любимой узницы стихи, и принятое в поэзии обращение на «ты» еще усиливало их интимный характер. Он считал эти любовные легии лучшими своими творениями. Адель отвечала письмами через ту же тетушку Мартину, в которых называла Сент-Бехова «Мой дорогой ангел», «Дорогое сокровище». Бедняжка Адель, девица Фуше, дочь чистенькой канцелярской мышки, не создана была ни для романтической драмы, ни для любовной комедии. Она была домоседка, образцовая мать семейства, сердечная женщина. Чувства ее оставали совершенно спокойными. Ей хотелось сохранять и с мужем, и с другом целомудренные отношения. «Люби и его тоже», — соглашался друг и успокаивал ее. «У нас с вами на лице написана «чистота». Чистота, необременительная для мужчины, привыкшего отождествлять плотскую любовь с продажной, ибо, расставшись с дамой сердца, он шел к какой-нибудь распутнице. Однако и Адель возбуждал у него вожделение, и его торжество над Виктором Гюго могло быть полным только в тот день, когда Адель отдастся ему. Осенние листья Надо, чтобы люди знали, сколько выстрадал человек. Гете Я не люблю, когда сурово осуждают женщин. Им столько приходится страдать. Госпожа Фуше Чтобы успокоить Виктора Гюго и отвлечь его внимание, Сент-Бео старался, как и прежде, оказывать ему литературные услуги. Первого августа он опубликовал в журнале «Ревью де Демонт» весьма хвалебную биографию поэта. Гюго занят был тогда репетициями Марион де Лорм в театре Порт-Сен-Мартен. Июльская монархия разрешила к постановке эту драму, запрещенную Карлом X. Мари Дарваль должна была играть роль Марион. Она была в восторге от своей роли, но просила, чтобы Дидье в конце пьесы простил возлюбленную. Гюго был за неумолимого Дидье, но уступил настоянием. Кто-то доложил ему, что Сент-Бео сказал, что Дидье — это второй Гюго, человек более страстный, чем чувствительный. Сент-Бео отрекся от этого изречения и предложил свои услуги в отношении драмы. «Я бы очень хотел, друг мой, быть вам чем-нибудь полезным в этом деле». Однако он продолжал писать для Адели Элегии. В них он изображал ее узницей угрюмого супруга, мечтающей о робком победителе, который никогда не получит от нее ничего, кроме сердца ее. Шарлю Маньену, своему собрату в глоб, он на случай своей смерти торжественно доверил для хранения толстый запечатанный пакет, вероятно, содержавший его переписку с Аделью и его стихи о ней. В сентябре он добился, чтобы она согласилась на свидание с ним, сначала в какой-нибудь удобной для этого церкви, где можно в полголоса вести беседу, сидя за колонной, а затем в его комнатушке. Как он привел к такому неблагоразумному шагу эту добродетельную, богобоязненную и к тому же щепетильную женщину тем, что возбудил в ней ревность? Он притворился, а, может быть, и в самом деле попытался найти успокоение с другой. И тогда Адель, боясь его потерять, вдруг пошла на уступки, подарив ему милости, небольшие, но, однако, достаточные для того, чтобы у него появилась уверенность, что он покорил впервые в жизни женщину, которую все считали недоступной, меж тем, как она говорит ему, что любит его сильнее, чем первенца, чем мужа в блеске славы. Припав к моей груди, ты говорила мне, «Я испытала все, но ты всего превыше». Странное объяснение в любви, обращенное к человеку столь непригодному для любви, ведь он сам провозгласил, «Стыдливой ты была и сдержанной всегда, в минуты самого немыслимого счастья, и наша светлая любовь была чужда, тщеславие и сладострасти». Сент-Бёв, «Книга любви», перевод Донского, примечание редакции. Казуистика, предназначенная для успокоения щепетильной подруги, ведь грудь поэта, когда к ней прижимается чело возлюбленной, должна же была испытывать некоторую долю страсти. Что же касается тщеславия, оно было удовлетворено, потому что весь Париж сплетничал об этой победе. Своему приятелю Фонтане Сент-Бёв говорил, что Виктор Гюго — жалкий человек, из ревности держит свою жену в заперти и довел ее до болезни. Ламенне, пригласившему его съездить с ним вместе в Рим, он ответил, «С превеликой радостью поехал бы, но непреодолимые и давно уже возникшие причины удерживают меня здесь». Аббату Барбу он сообщил, «Я испытал, наконец, страсть, которую смутно предвидел и желал изведать. Она длится, она утвердилась прочно, и это породило в моей жизни много необходимых потребностей, горечь, перемешанную с чувством сладким, и обязанность приносить жертву, которая окажет благое действие, но дорого стоит нашей природе». А как же Виктор Гюго? Невозможно предположить, что до него не доходили слухи. Он говорил своим друзьям, что собирается совершить путешествие по Италии, Сицилии, Египту и Испании. Разве пришла бы ему мысль уехать из Франции одному, да еще на целый год, не будь он очень несчастным? А как он мог не чувствовать себя несчастным? Он любил. Он поставил всю свою жизнь на карту. Три года он боролся, чтобы завоевать эту женщину. Восемь лет он жил в иллюзии, что Адель полна благоговейного преклонения перед ним. Он воображал, что они составляют идеальную супружескую чету, связанную любовью романтической, чувственной и чистой. Поглощенный своим творчеством и битвами романтиков, он не догадывался, что рядом с ним разочарованное сердце. Пробуждение было ужасным. Горе тому, кто любит безответно! Ах, ужасное положение! Взгляните на эту женщину! Какое очаровательное существо! Кроткая, беленькая личика, наивный взгляд. Она — радость и любовь дома твоего. Но она тебя не любит. У нее нет и ненависти к тебе. Она не любит. Вот и все. Исследуй, если посмеешь, глубину такой безнадежности. Смотри на эту женщину. Она не понимает тебя. Говори с ней. Она тебя не слышит. Все твои мысли, полные любви, летят к ней. Она ничего не замечает, предоставляет им улетать, не отгоняет их, но и не удерживает. Скала среди океана не более бесстрастна, не более недвижна, чем бесчувственность, утвердившаяся в ее сердце. Ты любишь ее. Увы, ты погиб. Я никогда не читал ничего более леденящего и более ужасного, чем вот эти слова в Библии. Тупая и бесчувственная, как голубка. Сумма можно было сойти. Но поэт способен совершить таинственное превращение, обратить скваю скорбь в песнопение. В ноябре 1831 года вышли из печати «Осенние листья». Этот сборник бесконечно выше от и баллад и восточных мотивов. Сент-Бёв, плохой гость, был хорошим учителем. Пройдя через тигель волшебника, интимная лирика Жозефа Делорма достигла совершенства формы, не утратив чего-то жалостного. В предисловии к сборнику автор говорил, «Юноши эти стихи говорят о любви, отцу о семье, старцу о прошлом». Тем самым они бессмертны, ведь всегда будут дети, матери, девушки, старики, словом, люди, которые будут любить, радоваться, страдать. Здесь нет поэзии бурной, шумной. Эти стихи исполнены спокойствия, ясности. Стихи, какие все пишут или хотят писать, стихи о семье, о домашнем очаге, о личной жизни. Поэзия сокровенного мира души. Здесь автор бросает с тихой грустью взгляд на то, что есть, а главное — на то, что было. Виктор Гюго предисловие к сборнику «Осенние листья». Примечание редакции. Чувствовать, как все, и выражать эти чувства лучше всех — вот чего хотел теперь Гюго. И ему это удалось. В «Осенних листьях» читатели нашли чудесные стихи о детях, каких еще никто не писал, стихи о милосердии, о семье. Некоторые из них, например, «Когда рождается ребенок» или «Скорей давайте, богачи, ведь подаяние, сестра молитвы» все знают наизусть. И это несколько притупляет силу впечатления. Но как те статуи святых, которые отполированы поцелуями верующих, они стерлись лишь потому, что были почитаемы. Тихая грусть, которой запечатлен весь этот сборник, поразила и растрогала читателей 1831 года. Да, действительно, это «Осенние листья», увядшие листья, готовые упасть. Верно названы эти стихи, полные разочарования, строфы, в которых поэт плачет над самим собою. Один за другим улетают прекрасные годы, один уносит радость собою, а другой уносит любовь. Да что ж это думали читатели? Ему еще нет и тридцати, а какие мрачные у него мысли! Сегодняшний закат окутан облаками, и завтра быть грозе, и снова вечер, ночь, потом опять заря с прозрачными парами, и снова ночи, дни, уходит время прочь. Виктор Гюго собрание сочинений, том 1, «Закатый», «Осенние листья», перевод Иванова, примечание редакции. Религиозные верования, которые несколько лет были для него поддержкой, теперь поколеблены зрелищем того, что происходит в мире. Поднявшись на гору, поэт предается размышлениям. «Я вопрошал себя о смысле бытия, о цели и пути всего, что вижу я, о будущем души, о благе жизни бренной, и я постичь хотел, зачем творец вселенной так нераздельно слил, отняв у нас покой, природы вечный гимн и вопль души людской». Виктор Гюго, собрание сочинений, том 1, «Что слышится в горах», «Осенние листья», перевод Левика, примечание редакции. Только детская вера его дочери Леопольдины еще связывает отца с его былыми настроениями. И для этой серьезной девочки с худеньким личиком он пишет стихотворение «Молитва за всех». О нет, не мне, мой ангел милый, молиться за других людей, за тех, чей дух отслаб унылый, за тех, кто хладный взят могилой опорой многих алтарей. Не мне, в ком веры слишком мало, о человечестве скорбя за всех молиться, пусть сначала хотя бы рвение достало мне помолиться за себя». Перевод Донского, примечание редакции. Осенние листья, преждевременно осень пришла, душа живущего меняется, в путь двинувши сблуждает человек, сомнения охватывают ум, все что-нибудь доставляют на придорожных терниях, стада животных, клочья шерсти, а человек — обрызки добродетели. Никто лучше Сент-Бева не сказал о волнующей красоте и болезненном скептицизме этих слов. Смелая доверчивость юности, пламенная вера, девственные молитвы стоической и христианской души, поклонение одному единственному кумиру, таинственно сокрытому плотной завесой, легкие слезы, твердые речи, врезавшиеся в память, как четкий контур, как энергичный профиль отважного подростка, все это сменилось горьким и правдивым признанием крушения своей жизни, невыразимой грустью прощания с бастролетной молодостью, с ее волшебными дарами, которых уже никто не возместит. Вместо любви к женщине теперь любовь отца к своим детям. Новые радости, которые дарят ему эти шумные создания, играющие, бегающие перед ним, но и омрачающие тенью заботы отцовское чело и унынием его душу. Слезы! Теперь уже почти невозможно молиться за себя, трудно на это осмелиться, да и веришь в Бога очень смутно. Головокружительные мечты, но стоит предаться им, перед тобой разверзается пропасть. Темнеет горизонт, пока ты поднимаешься в гору, сдались силы, и ты смиренно поникаешь головой, словно признаешь, что судьба тебя победила. Торопливо бегут слова, их много, много, как будто срываются они с уст сидящего огня старца, рассказывающего о своей жизни. Между тем, в тональности стихов, в ритмах столько разнообразия, столько прелести, столько искусства, четкости и мужественной силы, и сквозь слова слышны быстрые аккорды, как будто пальцы по привычке пробегают по струнам, но звуки эти не искажают глубокого и строгого основного тона сетований. Сэндбёв знал тайную причину этих упорных, монотонных сетований и удивлялся, а, быть может, завидовал, видя, что поэт приемлет и тоску, и сомнения с мрачным и возвышенным философским спокойствием. — О какой странной душевной силе это свидетельствует, — говорил он. — Нечто подобное можно найти в мудрости царя иудейского. Он прав. В этом спокойствии без надежды и без возмущения есть некоторое сходство с величавой тоской экклезиаста. Но Дуго основой смирения был поэтический гений. Как небесные аккорды реквиема поднимают человеческие души над скорбью, подчиняя погребальные вопли музыкальной гармонии и чистоте, так и Виктор Дюго утратив великое счастье любви и великую радость дружбы, преодолел горечь и злив ее в стихах совершенной и вместе с тем простой формы. Не менее удивительное то, что Сент-Бёв сумел преодолеть свою злобу и признал совершенство прекрасного произведения искусства. В этих печальных стихах грусть об умершей дружбе, о любви, тронутой тлением, и светлое сознание, что краски осени еще богаче, чем краски весны, и что искусство подобно природе обращает изменчивое в вечное. На экземпляре осенних листьев в подаренном Сент-Бёву Гюго написал «Верному и доброму другу, несмотря на дни молчания, которые, подобно непреодолимым рекам, разделяют нас». Часть пятая «Любовь и печаль Олимпио» «Королевская площадь» «Ненависть низвергается на меня потоком» Виктор Гюго В 1832 году Виктору Гюго было только тридцать лет, но постоянная борьба и горести уже сказались на нем, и стан, и лицо его отяжелели. Куда девалась ангельская прелесть, которой он всех принял в восемнадцать лет, и победоносный вид, отличавший его в первые дни брака. Облик стал более царственным, чем воинственным. Взгляд зачастую был задумчивым, обращенным внутрь. Но нередко к поэту возвращалось веселость и очаровательное выражение жизнерадостности. Гюго однажды написал, что у него не одно, а целых четыре я. Олимпио Лира, Герман Любовник, Малья Смех, Геро Битва. И, конечно, он любил битвы, однако ему нужно было чувствовать поддержку. Но где найдешь верных друзей? Сент-Бёв наблюдал и подстерегал. Ламартин всегда держался несколько отчужденным, и к тому же с 1832 по 1834 год он путешествовал на Востоке. В кружке романтиков чувствовали, что Гюго превзошел их всех, и это вызвало там горечь. Сен-Вальри и Гаспар де Пон, так радушно принимавшие у себя Гюго в дни его юности и нищеты, жаловались, что он пожертвовал ими ради новых друзей. Альфред де Виньи, которого Сент-Бёв и Гюго иронически называли джентльмен, плохо переносил успехи поэта, который прежде был для него дорогим Виктором. Когда Ревю де Демонт, говоря о Гюго, написал «Драма, роман, поэзия, нынче все зависит от этого писателя», дорогой Альфред возмутился и потребовал, чтобы внесли поправку в это утверждение. Сент-Бёв поклялся тогда Гюго, что в своих статьях он больше ни разу не упомянет об Альфреде де Виньи. Обещание это он, конечно, не сдержал, да и не следовало ему давать такое обещание. Итак, друзья, отходи, угон, зато врагов у него хоть отбавляй. Гюстаф В ту пору, в ту пору, когда Байрон уже несколько лет не было в живых, когда Гёте и Вальтер Скотт были на пороге смерти, а Шатебриан и Ламартин умолкли, Гюго с появлением его Эрнани, Собора Парижской Богоматери и Осенних Листьев бесспорно был первым писателем во всем мире. Это не доставляло другим удовольствия. Всякая поэзия, писал Поль Бурже, казалась тогда бесцветной по сравнению с его поэзией. И в прозе и в стихах его фраза отличается смелыми гранями, симметрией бриллианта. До него литературный язык был плоским, он сделал его рельефным, прибегая к выпуклым словам, к резким контрастам света и тени. Но он уж слишком хорошо это знал. Пышным цветом расцвела его гордость, уверенность в своих силах. У него появляется что-то вроде сознания своей божественной миссии. Он чтит в самом себе живой храм. В предисловии к Марион де Лорм он посмеялся над теми, кто говорил, что времена гениев прошли. Не слушайте их, юноша. Если бы кто-нибудь сказал в конце XVIII века, что Карлы Великие еще возможны, то все скептики того времени пожали бы плечами и рассмеялись. И что ж, в начале XIX века были империя и император. Почему же теперь не появился бы поэт, который по сравнению с Шекспиром был бы тем же, кем является Наполеон по сравнению с Карлом Великим? Виктор Гюго, Марион де Лорм, предисловие, примечание редакции. Легко угадать, о каком поэте он тут думал и имел право думать, но современники осуждали эту гордыню. Молодой почитатель Гюго, Антуан Фонтане, удивился, когда тот сказал, что если бы он узнал, что ему нечего и стремиться первенствовать, дабы подняться выше всех, то он завтра же пошел бы в нотариусы. Мысль тут та же, что и в юношеской его записи. Я хочу быть шатабрианом или ничем. Но в пятнадцать лет он это записал в потайной своей тетрадке, теперь же говорил это на площади, где такие фразы берут на заметку и разносят повсюду. Я этого завистника принимал за друга, а он питал ко мне ненависть, проистекавшую из прежней нашей близости и, следовательно, был вооружен с головы до ног. История с Сент-Бёвом весьма своеобразна. В плане литературных отношений он официально оставался союзником Гюго, хотя с некоторыми оговорками. В жизни он предал друга и в свое оправдание ссылался на страсть к его жене. Он больше не бывал в доме, только справлялся, как обстоят дела в дорогом семействе, так это было, например, весной 1832 года, когда маленький шаррис заболел холерой, как считали тогда. Но тайком он встречался с Аделью. Сент-Бёв госпоже Гюго Дорогая моя Адель, как вы были вчера добры и прекрасны. Полчаса, которые мы провели в уголке часовни, оставит во мне вечные сладостные воспоминания. Друг мой, я не был в этой часовне четырнадцать лет. Да, четырнадцать лет тому назад я туда зашел полный глубокого и умиленного волнения. Я был в ту пору очень верующим. Как раз в тот год я приехал в Париж. Ах, друг мой, эти четырнадцать лет не пропали зря. Я вновь пришел туда, сидел чуть ли не на том же месте, чуть ли не у той же колонны. Все еще сердце мое полно умилений и веры, и я так нежно теперь любим. Ведь он продолжал в угоду чувству модели и по своей природной склонности украшать Адюльтер туманным мистицизмом. Эта любовная интрига стала сюжетом его романа «Слада страстие». И чтобы его написать, он читал нравоучительные произведения. Гюго строго следил за своей женой, но наступательная тактика всегда торжествует над обороной. И у Сент-Бео в книге любви мы читаем такие строки. «Пускай ревнивец бдит, как злобный угрюмый, подстерегающий свою добычу тать. Я терпеливее и я дождусь победы. Хоть месяцы, года мне доведется ждать, тебе же с ним сносить и горести и беды». Перевод Шафаренко, примечание редакции. Принимал ли Сент-Бео уже в том году Адель у себя дома или только в следующем, неизвестно. хотя официально числилось, что он проживает в квартире матери, сначала на улице Ноттердам де Шан, а потом на улице Монфарнас. Он, спасаясь от службы в Национальной Гвардии и желая быть более свободным, жил в коммерческом проезде, в жалкой гостинице, именовавшейся отель Руан. Снимал там под чужим именем коморку за 23 франка в месяц. Лето супруги Гюго, как и в прошлом году, провели в замке Де Рош. Мадемуазель Луиза Бертен музицировала, пела романсы «Никогда в сих прекрасных краях» или «Фепт твой час настал». Из собора Парижской Богоматери она почерпнула сюжет для оперы Эсмеральда. Требовала от Гюго, чтобы он сочинил стишки для ее произведения. Дедина, кроткая, прилежная и веселая девочка, радовала родителей и очаровывала хозяев усадьбы. Кругом был светлый рай, не слышно шума городского, не слышно голосов людей. Эта тишина была приятна поэту. Он тогда избегал людей по склонности к одиночеству и по меланхолическому складу характера. А как же Адель? «Моя жена», писал Гюго, «ходит пешком под волье в день и заметно полнеет». Женщина, которая ходит по восьми километров в день и чувствует себя прекрасно, конечно, совершает эти путешествия по каким-нибудь сентиментальным причинам. Возможно, что эти благодетельные прогулки приводили Адель в маленькую церковь деревни Бьевры, где она встречалась с Сент-Бьевом. В статье об интимном романе Сент-Бьев писал, «Каждая женщина, созданная для любви, способна полюбить второй раз, если первая любовь пришла к ней очень рано. Первая любовь, любовь восемнадцатилетней девушки, если даже предположить, что чувство это было очень горячим и развивалось при самых благоприятных обстоятельствах, никогда не длится до двадцати четырех лет, а затем наступает перерыв, сердце погружается в сон, в течение которого подготовляются новые страсти. Урок для Адели Однако Сент-Бьев продолжал печатать лестные для Гюго статьи, переписывался с ним по поводу протеста против правительства, когда оно объявило военное положение, и в конце письма ставил «Любящий вас». Гюго тоже подписывался «Ваш брат Виктор». Оба хорошо знали истинную цену этой разменной монеты дружбы. В октябре 1832 года супруги опять сменили места жительства. В июле они сняли большую квартиру на третьем этаже дома номер 6 на Королевской площади в старинном особняке, построенном в 1604 году. Окна выходили на площадь, одну из красивейших в Париже. Вокруг площади зелень, дома из розового кирпича с мансардами и высокими шиферными кровлями. Квартирная плата оказалась высокой, полторы тысячи франков, но комнаты были огромные, и когда Гюго, всегда обожавший старинные вещи, обил в ней стены красным штопом, поставил мебель готического стиля или эпохи Возрождения, украсил эти покои старинными потрескавшимися вазами и тарелками, венецианскими люстрами и картинами своих любимых художников, они впрямь приняли королевский вид. На следующий год, летом, супруги Гюго устроили прием, пригласив на него и друзей, и недругов, зачастую сочетавшихся в одном и том же лице. Ярко освещенные гостиные, где в амбразурах раскрытых окон смеялись красивые молодые дамы с обнаженными плечами, представляли восхитительные зрелищи. Салон на Королевской площади затмил салон арсенала. Адель Гюго, гордая и эффектная красавица, умела принять лучше, чем добродушная госпожа и блеском своих очей возмещала скудость угощения. Гостям полагалось жаждать духовных услад, позабыв о пище телесной. Что поделаешь? У Гюго было на иждивении девять человек. Он тратил пятьсот франков в месяц только на стол для семьи. Кроме того, стараясь облегчить судьбу Эжена, он платил за его содержание. А ведь только своим пером он мог добывать средства на жизнь. Что касается Сент-Бёва, то при всей своей бедности он, как только Гюго переселился на Королевскую площадь, снял неподалеку оттуда новую комнату в гостинице Сент-Поль. А Дэй могла не утомляя сходить туда пешком. Хотя и площадь, и апартаменты имели барский вид, они находились в центре простонародного района. Мы бедные мастеровые из предмести Сент-Антуан, любил говорить Гюго. Что это, поза? Может быть, но также и сознательная позиция. Изведав бедность, он понимал и желел тех, кто страдал из-за нее. Успех не заглушил в нем совести. В 1828 году он опубликовал «Последний день приговоренного». В 1832 году напечатан был рассказ «Клод Ге». Та же тема, «Несправедливая кара». Те же нападки на законы общества, где царят богатые власть имущие. Воспоминания преследуемых, встреченных им в детстве, не забывали. Он мечтал написать большой роман об отщепенцах, особенно о каком-нибудь преступнике, гонимом служителями законов, которого, однако, по справедливости можно оправдать. Уже и тогда он обдумывал образ благородного епископа и делал заметки о мансиньоре Меолисе, епископе Диньском, святом человеке. Ему хотелось поднимать социальные вопросы в своих произведениях, стать защитником бедняков. Странно, что вместе с тем он стремился составить себе состояние и крепко торговался с книгоиздателями при заключении договоров. Но так ли уж это странно? Ему нужны были деньги, чтобы обеспечить будущее четверых своих детей. Была и нищета научил его весьма тщательно вести свои счета. Впрочем, он все делал на редкость тщательно. Антуана Фонтане, присутствовавшего при том, как он совершает свой туалет, раздражала его манера бриться. Посмотрели бы вы, с какой невероятной медлительностью он точит бритву. Потом четверть часа держит ее подмышкой, чтобы она согрелась. Потом приступает к омовению розовой водой и выливает себе на голову целый кувшин. Для литератора кратчайшим путем к богатству был, как тогда полагали театр. Пьеса, выдержавшая пятьдесят представлений с кассовым сбором две тысячи франков, давала сто тысяч франков, из коих автору двенадцать тысяч, да еще пять тысяч он получал при ее напечатании пятнадцать тысяч франков за три первых издания «Арнани». Собор Парижской Богоматери принес Гюго только четверть этой суммы. С другой стороны, Гюго знал, что театр может и должен оказывать моральное и политическое влияние. Театр это трибуна, театр это кафедра. Любимым сюжетом драмы была для Гюго защита от угнетателей какого-нибудь преследуемого гонимого человека. Сказывались смутные воспоминания детства. А среди всех причин, ставивших человека вне общества, самой несправедливой, Гюго считал ту, которая проистекает уже из факта его рождения, Дизье, герой пьесы Марион Делорм, незаконно рожденный, или из его физического уродства, таким он изобразил горбуна Трибуле в драме «Король забавляется». Замусел этой пьесы возник у Гюго в Блуа. Трибуле, шут короля Франциска I, родился в доме, находящемся недалеко от особняка генерала Гюго. О существовании этого шута Виктор Гюго узнал из истории Блуа, которую нашел в отцовском доме. Он не оставил ничего из подлинных его приключений, но, сделав Франциска I центром пьесы, создал мелодраму, в которой шут Трибуле, исполнявший обязанности сводника при распутном короле, оказался наказанным, ибо обгустейший повеса осквернил его отцовскую любовь. Интригу пьесы, сосканную из невероятных совпадений, скрашивали действительно драматические эффекты, патетические тирады и вкрапленные кое-где чёточки яркого комизма. Сент-Бюф, присутствовавший в вичистке пьесы во французской комедии, сделал кисло-сладкое замечание, что у него есть свое особое мнение об этом виде драмы и степени ее жизненной правды, но пьеса несомненно произведет впечатление, ибо в ней проявлен огромный талант, и она блещет прекрасными стихами. А в своей тайной записной книжке он говорит, «Дюго некогда создал такую высокопарную фразеологию, что она подняла его ввысь, точно воздушный шар». Впервые он попал в плен к своей высокопарности, был жертвой своей риторики, а теперь она стала искренней. Премьера драмы «Король забавляется» состоялась 22 ноября. Хотя вольнолюбцы, молодая Франция, все помощники Теофилио Готье, все помощники Деверия были на посту, публика довольно холодно принимала пьесу. Однако Тирада Сен-Валье обеспечила успех первому акту. В амфитеатре уже топали ногами и пели «Академия мертва! Мирантон, тонтон, мирантен». Но конец второго акта, где шут помогает придворным похитить его дочь, полуногую Бланш, позволил зрителям в ложах возмущенным нападком на Коссе, на Монмаранси и другие аристографические фамилии завопить о безнравственности. «Ваши матери в постелях с конюхами полежали и «Все вы подзаборники!» кричал им Трибуле. Это высшему свету не понравилось. Когда занавес опустился в последний раз, поднялась такая буря, что актеру Лежье с трудом удалось объявить с простениума имя автора. На следующий день министр граф Даргу, учитывая, что во многих пассажах оскорбляется нравственность, запретил пьесу к дальнейшей постановке и к опубликованию. Истинной причиной запрещения было то, что королевский двор не пожелал допустить, чтобы монархию, хотя бы монархию времен Франциска I, бичевали на сцене. Виктор Гюго подал жалобу в суд. Его энергично поддерживал Эжен Рэнзюэль, заключивший с ним договор на издание пьесы. Виктор Гюго Эжену Рэнзюэлю «Я полагаю, дорогой мой издатель, что для вас, для меня, для откликов на книгу и на судебный процесс, важно, чтобы накануне его обо всем этом деле было широко оповещено в газетах. Посылаю вам семь маленьких заметок и очень прошу воспользоваться всем вашим влиянием, для того, чтобы завтра они появились в семи различных газетах оппозиции». Среди прочих талантов у Гюго была способность обращать всякую немилость на пользу своей известности. В дневнике Антуана Фонтене записано «Пьеса «Король забавляется» запрещена правительством, вот так оказали Виктору услугу, иду сейчас к нему, он хорошо играет свою роль, у него, мол, утащили из кармана двадцать тысяч франков». Коммерческий суд объявил себя неправомочным. Истец на заседании произнес страстную речь, обвиняя правительство Луи Филиппа в том, что оно жуническим способом отнимает одно за другим те права, которые были дарованы после июльской революции. Наполеон, говорят, нам тоже не чтил гражданских свобод. Конечно, но он делал это не по-воровски. У льва, заявил Гюго, нет лисьих повадок. В те времена у нас отнимали свободу, это верно, но разворачивали перед нами великолепное зрелище. Тогда существовало управление и цензурой. Наши пьесы снимали с афиш, но на все наши жалобы нам могли ответить «Маренго иена Аустерлиц». Виктор Гюго, «Заметки о Марион Делорум», примечание редакции. Надо вспомнить, что истец переписывался тогда с Жозефом Бонапартом и говорил ему в письмах, что если бы герцог Рейштадтской гарантировал гражданские свободы, у него не было бы более верной поддержки, чем Виктор Гюго. Княгиня Негрони Гюго обладал чем-то вроде евангельского милосердия, заставлявшего его умиляться над тем, что ему открывала Жюльетта из своего прошлого. Он был в этом смысле предшественником толстовских взглядов. Пьер Льевр. Сын генерала Гюго никогда не боялся битв. Запрещение драмы «Король забавляется» не только не сразило его, но вызвал у него желание немедленно взять верх. У него уже была готова трехактная пьеса в прозе «Ужин с Феррари», сюжет которой был новеен чтением поэтической галлии Маршанжи. Там он почерпнул мысль изобразить веселое пиршество знатных сеньоров, которые ужинают из своего врага, решившего их умертвить, и нарисовать, как с последней переменной блюд, входит монахи, чтобы принять предсмертную исповедь пирующих. Ужас, ворвавшийся в дверь пиршественного зала, мольбы умирающих, сменившие разгульные песни бражников, черные и белые, эти контрасты увлекали его. Не раз в своей жизни полиция, арестовавшая лагари за столом, буйное сумасшествие Эжена за свадебным обедом, он слышал грозные шаги командора. Он переделал по-своему историю, рассказанную Маршанжи, и героиней ее стала у него Лукреция Борджа. Нарисовать эту женщину со всеми ее пороками, а затем простить за ее материнскую любовь, как он возвысил образ Трибуле отцовской любовью, такая задача вполне могла его пленить, и драма была написана в течение двух недель. Откровенно говоря, в авторском замысле не было новизны. Марион Делорм, Король Забавляется, Лукреция Борджа, это три урожая с одного посева, перепелы одного сюжета, всепоглощающее великое чувство спасает человека, погибшего, погрязшего в пороках. Драмы Гюго не стоят его лирической поэзии. Но у сцены своя особая эстетика. В те годы мелодрама торжествовала над трагедией, и было естественно, что Лукрецию Борджа поставили в том самом театре, где создана была Нельская башня. Это был театр Порт-Сен-Мартен. У директора театра Гареля состояла возлюбленная мадемуазель Жорж, знаменитая актриса, перебежчица, изменившая французской комедии, окруженная орелом воспоминаний о Наполеоновской империи. Она была любовницей Наполеона. Она уже приближалась к 50 годам, но жаждала ролей любовниц и была еще способна играть их как на сцене, так и в жизни. Виктор Гюго прочел свою пьесу сначала для мадемуазель Жорж у нее в доме, затем в фойе театра Порт-Сен-Мартен для Федерико Леметро. На этой второй читке присутствовала молодая и красивая актриса Жюльетта Друэ, очень желавшая получить маленькую роль княгини Негронии. В пьесах господина Виктора Гюго маленьких ролей не бывает, писала она Гаррелю. Гюго не был с ней знаком, только видел ее мельком на балу в мае 1832 года белоснежную, черноокую, молодую, высокую, пленительную, сверкающую драгоценностями одной из самых блестящих красавиц Парижа. Он не осмелился тогда с ней заговорить. Она, восторгов дань приемля величава, бросая в жар сердца дурмания и пьяня, казалась птицей возникшей из огня. Ты подойти не смел, страшиться искры порох, но ты следил за ней, скрывая страсть во взорах. Виктор Гюго Собрание сочинений том первый Коул Внутренние голоса Перевод Левика Примечание редакции Во время читки он несколько раз встречал ее взгляд, угадывал в нем симпатию и влечение. На сердце у него было тогда одиноко и грустно. Сразу же они были очарогны друг другом. Он много говорил о ней, расспрашивал, и вот что ему сообщили. Мадемуазель Жульетте двадцать шесть лет. Она родилась в 1806 году в Фужере. Ее отец Жюльен Говен был портным. В 1793 году он скрывался, ушел в банду шуанов. Жюльетте, настоящее ее имя Жюльенна, осталась сиротой еще в младенчестве и была доверена заботам ее дяди под прапорщика Рене Друэ, канонира береговой артиллерии в Британии. Этот славный человек не преневоливал ее учиться в школе. Она росла дичком, обрывала свои платья в зарослих кустарника, но в десятилетнем возрасте он поместил ее в Париж, в пансион при монастыре Бенедиктинок, общины вечного поклонения, где у него были две родственницы. В пансионе Жюльетте была любимицей монахинь, ее очень баловали, но дали хорошее воспитание. По юношеской неосторожности она уже готова была произнести монашеский обед, если бы не вмешательство весьма мудрого архиепископа парижского монсеньора де Колен, который заметил однажды при посещении монастыря эту миловидную девицу, расспросил ее и, убедившись, что она не создана для монастырской жизни, освободил ее. Ее поразительная красота, роковой дар богов, поразительная стройность привели ее в 1825 году, в возрасте 19 лет, путями оставшимися неизвестными в мастерскую скульптора Джеймса Прадье. Когда Жюльетта познакомилась с ним, ему было 36 лет. Он происходил из семьи женевских гугенотов, но по условиям своей профессии и по природным наклонностям стал романтическим повесой с пронзительным взглядом темных глаз, длинными волосами до плеч. Одевался он крикливо, камзол, сапоги с кисточкой, облегающие панталоны, мушкетерской плащ. В его мастерской одни фехтовали, другие играли на фортепиано. Он был человек не злой, но чувственный и ветреный. Жюльетта позировала ему для обнаженных статуй в более чем смелых позах, и между двумя сеансами он сделал ее матерью. Родившуюся дочку Клэр он не признал официально, но никогда и не отрекался от нее. В 1827 году он был принят в академию, стал мечтать о выгодной женитьбе, а Жюльетту пристроил в театр, давал ей довольно умные советы в области артистического искусства и другие, житейские, весьма трезвые, по части искусства обольщать и удерживать при себе поклонников. Мои советы никогда не будут продиктованы страстью, и потому можно считать их бескорыстными. Дружба, которую я подарил тебе, не угаснет в моем сердце, пока ты будешь ее достойна. Жюльетта играла в Брюсселе, а затем и в Париже маленькие роли, и имела успех, которым обязана была больше своей красоте, чем сценическому таланту. У нее не было артистической подготовки, не было опыта, и, как она писала про Дье, она получала не ангажементы, а только квитанции из ломбарда на заложенные ею вещи. Она много плакала и боялась, что не сделает карьеры. — Черт побери, — отвечал ей Прадье, — перестань хныкать, считай себя Примадонной, и ты ею будешь. Старайся нравиться, особенно актрисам, ибо они отъявленные дьяволицы во всех странах. Разыгрывай комедию даже вне театра. Подписывался он так, твой преданный друг, любовник и отец. Цинизм, царивший в мастерских художников, развратил Жюльетту, и она заводила себе любовников, которые, однако, не улучшили ее мнение о мужчинах. Был среди них красивый итальянец с 53 лет, Бартоломео Пинелли, был бедняк, декоратор Шары Цешан, был бессовестный журналист Альфон Фкар, который пообещал на ней жениться и занял у нее денег. И, наконец, появился богатейший князь Анатолий Демидов, красивый бешеный сумасброд, не расстававшийся с хлыстом. В 1833 году этот покровитель Жюльетты роскошно обставил для нее великолепные апартаменты на улице Эшикье. Словом, Жюльетта повела жизнь куртизанки. И все же она сохранила свежесть чувств, бретонскую склонность к мечтаниям, страстную любовь к дочери, кроткий взгляд бархатных глаз, в котором минутами сквозила ее небесная душа, веселость и очаровательное остроумие. Позднее Виктор Гюго начертал в записной книжке Жюльетты «В тот день, когда твой взгляд впервые встретился с моим взглядом, солнечный луч протянулся из своего сердца в мое, словно свет зари, упавшей на руины». По правде сказать, каждый из них, сам того не ведая, увидел в другом существо, потерпевшее крушение. Потеряв Адель, Гюго испытывал потребность в новой любви, которая вернула бы ему веру в себя. Жюльетта изведала только чувственность, а между тем она в шестнадцатом лет мечтала стать страстно любящей подругой честного человека. Когда Альфонс Карр, распутный любовник Жюльетты, вздумал таскать ее с собой в злачные места, она ответила ему, «Мне кажется, что мою душу обрываю желания не меньше, а в тысячу раз более пылкие, чем желания плотские. Вы дарите мне утехи, за которыми следует усталость и стыд, а я, наоборот, мечтаю о спокойном, ровном счастье. Послушайте, гордость не позволяет мне лгать. Я вас оставлю, брошу вас, покину и землю, и жизнь, если найду человека, чья душа будет ласкать мою душу». «Также, как вы любите и ласкаете мое тело». Во время репетиции Лукреции Борджа она грациозно заигрывала и кокетничала с Гюго. Он держался на стороже. Всегда ли он хранил супружескую верность? Неизвестно. Но занятая им позиция, его поэзия, воспевавшая радости брака и отцовство требовали от него верности. Он терпеть не мог закулисных дрязг, опасался актрис и держал себя с ними почтительно и осторожно. Помню бурные стычки на спектакле «Король забавляется», он подготовил премьеру Лукреции с тщательностью искусного полководца. На читку пьесы были созданы представители боевых защитников Эрнани. Премьера спектакля стала триумфом. Успеху в значительной мере способствовали мадемуазель Жорж и Фредерик Леметер, но и Жюльетта Друэ, несмотря на ее мимолетное появление, очаровала публику. Ей полагалось произнести лишь несколько слов, говорит Сеофель Готье, всего-навсего пройти по сцене. Но при этом кратком и немногословном выходе она сумела создать восхитительный образ, была настоящей итальянской княгиней с пленительной и смертоносной улыбкой. Что касается автора, он с удовольствием прислушивался к мнению публики, ибо он и сам его разделял. Какая она хорошенькая, какая красивая, какая стройная, какие великолепные плечи, очаровательный профиль, что за прелестная актриса, сколько в ней достоинства, какая живость чувств, в ее голосе и в манерах есть сходство с госпожой Дарваль, но гораздо больше естественности и души. Прибавить ей еще год опытности, и она достигнет совершенства, будет нашей лучшей жанровой актрисой. «Какая мимика, сколько души!» Гюго ошибался не в суждении о красоте актрисы, она и в самом деле была восхитительна, но относительно ее таланта. Жюльетта Друэ была неумелая актриса, потому что переигрывала, но любовь плохой судья, а Гюго был влюблен. Вечер за вечером он ходил в театр Порт-Сен-Мартен полюбоваться в короткой сцене прекрасными черными глазами, всегда устремленными в его глаза. Соблазн был велик, уже давно Адель упорно отвергала его ласки. Под маской молодого победителя он таил тайную жгучую боль. «Печаль сидит во мне, она, как скверный гость, меня терзает, я башня, что на вид сверкает, внутри угрюма и темна». Виктор Гюго «Мадамазель Жюльетти Песни Сумерек Перевод Кружкова Примечание редакции Каждый вечер он навещал Жюльетту в ее артистической уборной, давал ей советы, упивался красотой, тянувшейся к нему. Через четыре дня после премьеры 6 февраля он сказал ей «Я люблю тебя». Она так ждала, так хотела услышать это. В ночь с 16 на 17 февраля в субботу на Масленицу они всю жизнь думали, что это было во вторник, но ошибались либо в дате, либо в дне недели. Авторы и актриса должны были после Лукреции Борджа поехать в другой театр на бал. Но они решили провести эту ночь у Жюльетты, которая еще жила тогда на бульваре Сен-Дени, в ожидании того дня, когда будет готово ее гнездышко на улице Ишикье. Жюльетта Друэ Виктору Гюго «Виктор, приезжай за мной нынче вечером у госпожи Крафт. Из любви к тебе наберусь терпение, буду ждать тебя, до свидания, до вечера, о, сегодня вечером все свершится, я отдамся тебе всецело». Восемь лет спустя он напомнил ей этот день. «Моя любимая, помнишь ты нашу первую ночь?» То была карнавальная ночь, во вторник на Масленице 1833 года. В ту ночь давали в каком-то театре какой-то бал, на который мы должны были ехать оба. Прерываю свое послание, чтобы сорвать поцелуи с твоих прекрасных уст и после этого продолжаю. Ничто, даже смерть, я уверен, не изгладит во мне это воспоминание. Все часы той ночи проходят в моей памяти один за другим, словно звезды, пролетевшие перед глазами моей души. Да, ты должна была ехать на бал, но ты не поехала и ты ждала меня. Бедный ангел мой, как ты хороша и сколько в тебе любви! В твоей комнатке стояла чудесная тишина, а за окнами Париж смеялся и пел, по улице с громкими криками проходили маскированные. Мы отдалились от всеобщего празднества и скрыли в темноте ночи собственный сладостный праздник. Париж 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 упивался хмельной поддельной радостью, а мы настоящий. Никогда не забывай, мой ангел, тот таинственный час, который изменил твою жизнь. Ночь 17 февраля 1833 года была символом, образом великой и торжественной перемены, совершившейся в тебе. В эту ночь ты оставила где-то там на улице, где-то далеко от себя сутолоку, шум, поддельные ликования, толпу, чтобы вступить в мир тайны, уединения и любви. Виктор Гюго был опьянен. Адель, столь желанная когда-то, могла дать ему только боязливую покорность новобрачной. А тут вдруг у него появилась возлюбленная, прекрасная, как в сказке, с глазами ясными и сверкающими, как алмазы, с чистым светлым челом, ее шея, плечи и руки поражают чисто античным совершенством линий. Она достойна вдохновлять воятелей и быть допущенной на соревнования красавиц вместе с молодыми афиненками, когда они сбрасывали с себя покровы перед проксителем, замыслившим извоять Венеру. И эта женщина с упругой бретонской грудью, красотой тела, не уступавшая самым прекрасным античным статуям, была так податлива, так искусно в любовных утехах. В эту священную ночь она открыла тридцатилетнему поэту, что такое наслаждение. А ведь он был наделен чудесной способностью и вкушать, и дарить его, и, вступив в брак двадцатилетним юношей, знал только супружеские объятия. Любовные ласки искусства, так же, как поэзия. Жюльетта была тут виртуозом. Разговаривать с Жюльеттой было вторым очарованием. Ей было что рассказать. Британь, детство босоногой школьницы, монастырь, нищета, и столько ей хотелось услышать от него. Жизнь Жюльетты была трудной и бурной. Писатель узнавал из ее рассказов много любопытного. «Я из простонародья», гордо говорила она. Однако у барина Гюго, несмотря на некоторые его тщеславие и наивные потуги на аристократизм, было горячее желание поближе узнать простой народ. А кроме того, поэт всегда чувствует потребность быть понятым. Стоило ему написать стихи для Жюльетты, она принимала их с радостью, куда более горячей, Адель. Супругу, по-видимому, не интересовали ни рукописи, ни черновики произведений Гюго. Жюльетта, прирожденный коллекционер, благоговейно сохраняла все. Она придавала острый вкус славе, который сама по себе довольно пресна. Этим она и заслужила прекрасные дарственные надписи. На экземпляре восьмого издания «Восточных мотивов» Гюго написал «Тебе, моя красавица, тебе, любовь моя». На экземпляре «Ганна Исланца», выпущенном четвертым изданием в мае 1833 года, стоят следующие стихотворные строки. «В своих мечтах пари, не слушай, не смотри, как за окном Париж бушует до зари. Услышь, мой вздох немой, и мой напев услышь, пока ты мирно спишь, я здесь пою в тиши. Все объяснит тебе легчайший вздох души, а не горланищий Париж». Для Гюго после года унизительных мук эта любовь была возрождением. Сначала ему было страшно завести себе любовницу, проводить у нее ночи, ведь он был поэт домашнего очага и семьи. Потом он стал гордиться этой связью. Он говорил о своей победе всем и каждому, даже Сэнсбёву, и тот насмешничал. Гюго выставляет себя передо мной человеком, у которого только один недостаток — слишком большое увлечение женщинами. Он заявляет, что нисколько не думает о славе. А ведь у нас, у каждого, всегда есть два недостатка. В одном мы признаемся, другой скрываем. Разумеется, весь Париж толковал об этом приключения, и некоторые благочестивые друзья, например, Виктор Пави, тревожились. Но Гюго хотелось верить, что такое большое счастье не может быть преступным. Виктор Гюго Виктор Пави. Я никогда не совершал столько грехов, как в этом году, и никогда не был лучше, чем сейчас. Право, я стал гораздо лучше, чем во времена моей непорочности, о которой вы сожалеете. Прежде я был непорочен, зато теперь снисходителен к людям. Это большой прогресс ей Богу. Режем со мною моя добрая дорогая подруга, ангел, которая это тоже знает. Вы ее почитаете так же, как я, а она меня прощает и любит. Этим ангелом все прощение оказала Садель. По правде сказать, ангельское милосердие давалось ей легко, как ей было не простить. Раз она не желала больше быть его женой, могла ли она требовать от мужа супружеской верности. К тому же семейная жизнь продолжалась. Дедина писала Луизе Бертен, миленькая Луиза, как давно я тебя не видела. Тетечка Жюли Фуше приехала из монастыря. То-то и деде остригли. Жюли говорит, что она не любит узурпаторов, она ненавидит Луи Филиппа. А грешник Гюго делает приписку, простите мне, мадемуазель Луиза, что я воспользовался пустым местечком, которое мне оставила кукла. В несчастном нашем Париже по-прежнему очень скучно, право пожалеть можно о том лете, когда были бунты, и о том лете, когда была холера. Я целые дни роюсь в своем старом хламе, разыскиваю, из чего можно составить два тома литературной смеси, весьма смешанной. По вечерам мы с женой ходим прогуляться по берегу реки в сторону Рапе, идиллическая картина «Семейство в духе греза». Когда Адель, как и каждое лето, уехала с детьми в усадьбу Рош, в долину Бьевры отправился Сен-Беоф и бродил в окрестностях. Разблагородный твой супруг похищен Фриной, писал для нас дубовая аллея, для нас, ведь стало вдруг в тюрьме твоей светлее, ведь он ревнивец твой, обидчивый гордец, он сам в силки любви попался наконец, он что ни день готов лететь к предмету страсти, а то и порою мы, ловя секунды счастья, в соседний лес летим с не меньшей быстротой. Сен-Беоф «Книга любви» Перевод Ваксмахера Примечание редакции Лишь только Гюго уезжал из Бьевры в Париж, Адель совершала пешие прогулки, встречалась на дороге с Сен-Беофом, который нанял на лето экипаж, и они были счастливы насколько могли. Но их любовь с самой ее зари была сумеречной. Она сливается, писал Сен-Беоф госпоже Гюго, с тускнеющими вечерними тонами света в тех церквах, куда мы с вами ходим. Любви этой привычно скорбь в самый разгар счастья. Я всегда был наделен малой способностью надеяться, я всегда чувствовал отсутствие чего-либо, чувствовал помехи во всем решительно, мне всегда немножко не доставало солнца, даже в погожую пору. Тем временем Виктор Гюго в Париже привел Жюльетту в квартиру на Королевской площади. И на следующий день она написала ему, как было мило с вашей стороны, что вы открыли мне двери с твоего дома. Право это значит для меня гораздо больше, чем удовлетворенное любопытство. И я благодарю вас за то, что вы показали мне, где вы живете, где любите, где думаете. Но скажу вам откровенно, мой дорогой, мой обожаемый, что из этого посещения я вынесла чувство грусти и ужасной безнадежности. Теперь я гораздо больше, чем прежде чувствую, как я разлучена с вами, до какой степени я для вас чужая. Вы в этом не виноваты, мой бедненький, любимый мой, и я тоже не виновата. Но уж так получилось. Было бы бессмысленно приписывать вам больше причастности к моим бедам, чем это есть на самом деле. Но я могу и без этого сказать, дорогой мой, что считаю себя самой ничтожной женщиной. Если вам хоть немного жаль меня, помогите мне выйти из того унизительного положения, в котором я нахожусь. Помогите мне подняться, ведь позы колена преклоненной рабы немучительны и для души и для тела. Помогите мне выпрямиться, мой дорогой ангел. Мне так хочется верить в вас и в будущее. Прошу вас. Прошу вас. Искреннее самоуничижение. На свою беду Жюльетта была куртизанкой и, видев в мужчинах только цинизм и животные чувства, считала в простоте душевной и вполне естественным требовать хотя бы роскоши от какого-нибудь князя Демидова и ему подобных. Но вот она полюбила требовательного повелителя, презиравшего всякую продажность и допускавшего и мысли о дележе и так страдавшего из-за своей ревности, что он должен был искать уверенности. Он любил Жюльетту любовью полной, глубокой, нежной, пламенной, неистощимой и поэтому хотел, чтобы она была не только красива, но и чиста. А у нее было только одно средство существования, богатые покровители. В театре она зарабатывала очень мало, на иждивенье у нее была дочь Клер. При всей своей любви она не могла решиться перевернуть свою жизнь. Она только что переехала в прекрасную квартиру на улицу Эшекье. Несомненно, она продолжала принимать у себя того, кто окружил ее роскошью, дикаря Демидова и его приятелей. Но за это Виктор Гюго обращался с нею не лучше, чем Дидье с Марион Делорм, считал ее падшей женщиной. Бальзак посмеялся бы над ним. Но Гюго словно переживал в жизни одну из написанных им драм. Иногда, не стерпев оскорбительных подозрений, вполне законных, Жюльетта пыталась порвать Гюго. Она убегала, но снова возвращалась к своему грозному судье и обожаемому любовнику, умоляла его возразить святой силой любви все хорошее и благородное, что было в ее душе. Гюго готов был простить ее, если она порвется своим прошлым. Она наконец покорилась и сразу стала очень бедной. В январе 1834 года она заложила в ломбард четыре дюжины батистовых вышитых сорочек, три дюжины батистовых сорочек с кружевами, двадцать пять платьев, из которых два декольтированных, тридцать нижних вышитых юбок, дюжину вышитых ночных кофт, двадцать три пеньюара, кашемировую накидку с оборками, шаль из индийского кашемира и так далее. Этот тщательно составленный жалкой перечень похож на опись имущества, оставшегося после смерти. Что ж, княгиня на грани умерла, а Жюльетта Друэ боролась за то, чтобы выжить. Ее саждали кредиторы. Их визиты усиливали ревность Гюго. Жюльете пришлось признаться ему в некоторой части своих бед. Экономный буржуа возмутился, но романтический герой заявил, что возьмет ее долги на себя. Виктор Гюго Жюльетте Друэ Эти деньги ваши. Я заработал их для вас. Я решил отдать вам часы бессонной ночи. Вещь, которую просили у меня, нужно было приготовить к нынешнему утру или отказаться. Двадцать раз перо падало у меня из рук, но ведь это нужно для вас, и я работал. Я не таков, как другие. Я помню о роковых обстоятельствах. Даже при вашем падении я смотрю на вас, как на существо самое великодушное, самое достойное и благородное, ставшее жертвой судьбы. Уж я-то не присоединюсь к тем, кто оскорбляет несчастную и поверженную женщину. Никто не имеет права бросить в вас камень, кроме меня. Если кто-нибудь посмеет бросить, я заслоню вас. поскольку он разлучил ее со всеми, кого она раньше знала, а сам не мог жить возле нее, он дал ей работу. Для писателя естественное стремление сделать любимую женщину своим секретарем. Жюльетта писала Виктору Гюго. Почти уже шесть часов вечера. Я только что кончила переписывать стихи, которые ты вчера мне дал. Она обязана была отдавать ему отчет во всех своих действиях. Вчера, когда вернулась домой, читала твои стихи, пообедала, потом записала расходы, потом легла в постель, читала твои газеты, потом уснула, видела во сне тебя, нынче проснулась в восемь часов утра и почти сразу же встала, заняла с хозяйственными делами, потом подправила вчерашний свой туалет. В половине третьего села за переписку, а как только кончила, пишу тебе. Вот господин комендант, рапорт о положении в крепости. Довольны вы? Гвардия Капрал вполне доволен. После обеда буду репетировать детей и сочетаю количество строк в осенних листьях. Но Жюльетта получала прекрасные награды. Гюго подарил ей записную книжку в черном роговом переплете золотой инкрустации памятки для балов и вечеров. И каждый вечер, перед тем, как расстаться с ней и вернуться на Королевскую площадь, он записывал в этой книжечке какую-нибудь банальную и нежную мысль. В первый день Нового года напишу «Люблю тебя», а в последней «Обожаю». «Твои ласки заставляют меня любить землю, твои взоры позволяют мне постигнуть небо. Я определяю твою сущность, мой бедный друг, в двух словах «Ангел в аду». Красота есть у тебя, ум есть у тебя, сердце есть у тебя. Если общество одарило бы тебя так, как природа, ты вознеслась бы высоко. Однако не огорчайся, общество могло бы сделать тебя только королевой, а природа создала тебя богиней. Но как не любил Гюго свою Жюльетту, он оставался настоящим дезье и по-прежнему смотрел на эту Марион де Лорм, как нападшего ангела. Она и сама презирала себя. Серьезность, торжественность чувств, свойственные Гюго, надоедавшие Адели, нравились Жюльете, тем более, что они чередовали с веселостью студента, которая очаровывала ее. У нее оставалась только одна надежда — театральная карьера. После многих ссор Гюго обещал Феликсу Гареллю отдать театру Порт-эн-Мартен свою новую драму «Марию тюдор». Он тюдор. чтобы две женские рули, почти равноценные, были поручены одна мадмазель Жордж, а другая Жюльете. Первая должна была играть королеву Англии, вторая — Джен, грешную трогательную невесту-оружейника, который прощает ее. Репетиции проходили бурно. Царственная и царствующая в театре мадмазель Жордж не терпела соперниц. Она, хоть и не любила Гюго, не могла допустить, чтобы какой-нибудь автор оказывал внимание третьестепенной актрисе. Высокомерная и Примадонна язвительно жаловалась на посредственную игру своей партнерши. Красавец Пьер Бакаш, которого она взвинтила, дерзко вел себя с Жюльетой на репетициях и, наконец, отказался от роли Гильдерта. Он был закадычным другом Александра Дюма и вовсе не желал успеха Виктору Гюго. Этих двух драматургов романтической школы публика против их воли считала соперниками. Стараниями Бокажа, Сент-Бева и даже Гореля устные отзывы о пьесе перед премьерой были плохими. Говорили, что в ней полно всяких ужасов и преступлений, что на сцену в ней выведен палач, а главное, что Жюльетта Друэ играет отвратительно. Накануне премьеры директор театра сказал автору, что мадемозель Жюльетта просто невозможно. Мадемозель Ида, любовница Дюма, знает роль и готова сыграть ее. Гюго был слишком влюблен и слишком справедлив для того, чтобы уступить. Горель, разозлившись, отказался в последнюю минуту вырать ему условленное количество билетов. Дюма рыцарски отдал сопернику часть своих мест. Спектакль начался в грозовой атмосфере. Два первых акта сошли благополучно, но в третьем публика освистала те сцены, в которых выступала Жюльетта. Враждебность сотоварищей зрительного зала привели ее в такое смятение, что она оправдала все опасения и злостную критику. На следующий день Дюго под давлением Сент-Белла, своей жены и бывших боевых защитников Эрнани не без грусти и гнева должен был согласиться на то, чтобы бедняжка Жюльетта под предлогом нездоровья — она действительно заболела и слегла в постель, отказалась от роли. Дюго Жюльетти, вы ни на одно мгновение не сбили стона, не утратили правдивых, страстных, патетических интонаций. Кто заявляет, что вас не было слышно, просто не слушал. Пусть тебе говорят что угодно. В финале вы были красивы и трогательны, а в начале красивы и очаровательны. Во всем, что вы говорили, вы ни на одно мгновение не теряли тонких оттенков, а это очень трудно при передаче страсти. Вы с достоинством выдерживали борьбу с королевой в сцене развязки, а там очень важно было устоять, ведь это не борьба двух женщин, Джен против Марии, это борьба Газели против Пантеры. Будьте спокойны, когда-нибудь вам воздадут справедливость. Жестокий прием, который публика оказала Жюльетте, догонал ее бедняжку, лишил и тех кров дарования, какие у нее были. Я больше не смею, говорила она. Эти люди отняли у меня веру в мои силы. Я больше не могу репетировать, я парализована. То было печальное и несправедливое дело. Год 1834 Если двое любящих ссорятся, то потому, что им слишком уж хорошо было вместе. Поль Валерий Заметка Сент-Джо возле самого себя. Как рушилось все то, что еще несколько лет тому назад было прекрасным, цветущим и разрасталось. Ламинне вынужден молчать, разорен и лишен учеников. Ламартин в своем пустынном востоке отгородился от живых смертью дочери. Все наши поэты низвергнуты, наши ангелы пали. Гюго автор ее имени и тебе унок Джульетты. Элоа стал пленником и козлом отпущения госпожи Дарваль. Элоа Альфред Девиньи автор поэмы Элоа Примечание редакции Антони совсем с ума сошел, а Эмиль вновь сделался дамским угодником. Антони и Эмиль Дешаны Примечание редакции О, только мы с тобой, моя Адель, с тесной близости следовали путем, назначенным нам судьбой. Прижмемся друг к другу покрепче, дорогой ангел, и будем едины до самой смерти и после смерти. Я люблю тебя. Душевного разочарования, которым проникнута нарисованная Стэнтбеллом картина, было еще недостаточно, так как и сама любовь, воспетая здесь, оказалась вскоре непрочной. В 1834 году произошел полный разрыв отношений между Стэнтбеллом и супругами Гюго. Этот год был также годом жестоких бурь для бедной Джульетты. Ссора былых друзей произошла не по причинам сентиментальным, но из-за раздражения чисто литераторского. В начале 1834 года Виктор Гюго опубликовал свой этюд о Миробо. Почему о Миробо? Потому что эта тема позволяла ему косвенным образом объясниться с современниками. Бальзак рисует его в эти мрачные годы человеком несчастным и преследуемым ненавистью. Это было верно. По всякому поводу на него обрушивались несправедливой злобой. Сам Сент-Бёк вкратче выражал удивление такой суровостью. За последние месяцы его произведения и его особа вызывают у критиков почти единодушные и поистине непостижимые вопли ярости. В свое время и Миробо страдал от аналогичной несправедливости. Ему противопоставляли Барнава, у которого были такие же политические взгляды, как у Миробо, но не было такой даровидости. А в 1798 году Моро предпочитали Бонапарту и подобно этому в 1834 году некоторые восхваляли дюма отца в ущерб Виктору Гюго. Однако народ, который не знает зависти, потому что он велик, писал Гюго, народ стоял за Миробо. Гюго начинал надеяться, что когда-нибудь народ поможет ему одержать верх над людьми благовоспитанными, то есть теми, какими людей воспитывать не надо. Точно так же, как он писал когда-то, нам нужен собственный Шекспир, он говорил теперь, после наших великих деятелей революции нам нужен великий деятель прогресса. Французская революция развернула для всех социальных теорий огромную книгу, нечто вроде завещания. Миробо начертал в ней свое слово, Робеспьер свое. Людовик XVIII сделал там помарку, Карл X разорвал страницу, палата, собравшаяся 7 августа, кое-как склеила ее, но вот и все, книга лежит на своем месте, на своем месте лежит перо. Кто посмеет написать? И тихонько отвечает себе «Ты». За литературной славой ему смутно видится политическое поприще. В том же году он издает Эрендюэле сборник под заглавием «Литературная и философская смесь», составленной из юношеских его произведений, которые он слегка подправил. Он выпустил этот сборник с целью сопоставить взгляда юного якобита 1819 года со взглядами революционера 1830 года и показать, что если его воззрения изменились, то это произошло с полной прямотой и бескорыстием. Об этом сборнике статей говорили мало. Гюстав Планш поместил заметку в «Ревю де Демонт». Господину Гюго в интересах его славы не следовало бы извлекать эту книгу из праха забвения, в котором она была погребена. Сент-Бёв опубликовал по поводу этюда Амирабо статью, хвалебную в отношении Гюго писателя, но, как тот справедливо заметил, враждебную в отношении его как человека. Виктор Гюго тотчас написал Сент-Бёву «Я нашел в статье, быть может, только на нас двоих она произвела такое впечатление, бесконечные похвалы, выраженные в великолепных фразах. Но, по сути дела, и это глубоко меня печалит, в ней нет благожелательности, я предпочел бы поменьше похвалы, больше симпатии. Виктор Гюго преисполнен восторга, но Виктор, ваш старый друг Виктор, удручен». Сент-Бёв протестовал, говорил о дружбе, которая, в конце концов, была моей первой заслугой в литературе, как была она первым большим чувством в моей жизни. Но он напрасно расточал свои вкратчивые любезности. Враждебные слова, переданные другими разговоры, бесповоротно испортили отношения былых соратников. Разрыв произошел круто. 30 марта 1834 года Сент-Бёв пишет Гюго. «Ну что ж, остановимся на этом, прошу вас. Достаточно уж толковать. Я не скажу, как вы, о недостойных людях. Я скажу о недостойном предмете. Пишите нам прекрасные стихи, а я постараюсь писать о них добросовестные статьи. Вернитесь к своему творчеству, как я вернусь к своему ремеслу. Мне не воздвигли храм, и я никого не презираю. У вас есть храм, избегайте устраивать там скандалы». Виктор Гюго Стент-Бёву 1 апреля 1834 года «Столько ненависти и столько подлых преследований направлено против меня, что разделять со мною это время нелегко. Я прекрасно понимаю, что даже самые испытанные дружбе это не под силу, и узы ее распадаются. Итак, прощайте, мой друг. Похороним каждое в молчании то, что в вас уже умерло, а во мне умирает убитое вашим письмом». После этого прощания они продолжали обмениваться рукопожатием, когда профессиональные обязанности сталкивали их друг с другом. Сент-Бёв каждый год посылал 1 января подарок своей крестнице. Но дружба кончилась. Для Виктора Гюго и Жюльетте Друэ 1834 год был исполнен хаоса. Высокие вершины, мрачные бездны. Единственное, что оставалось прочным в их общей жизни, была взаимная страстная любовь. Жюльетте выражал ее очень трогательно. «Если бы счастье покупалось ценой жизни, я бы уже давно всю ее истратила». 26 февраля 1834 года она писала «Здравствуй, мой дорогой возлюбленный, здравствуй, мой великий поэт, здравствуй, мой бог». «Какой нынче чудесный день, озаренный солнцем и любовью, вполне достойно и чести напомнить людям о дне твоего рождения. Мой тотой, люблю тебя. Сколько счастья ты дал мне нынче ночью. Я бы ни о чем не жалела, ничего бы на свете не хотела, если бы оно длилось всю мою жизнь». Завистницы говорили, что Жюльетте Друэ неумна. Какая несправедливость. Можно посмеяться над ее орфографией, иной раз просто фантастической, но не над ее стилем. Она с очаровательной ловкостью подражала в начале писем романтическим эпиграфом своего поэта и проявляла поразительную изобретательность, чтобы в тысячи разнообразных выражений сказать «люблю тебя». Пишу вам, как велит сердце, люблю вас, как обитательница рая, а говорю об этом, как служанка со скотного двора. Сердце мое полно любви, умом же полна не моя, а ваша голова. Она находила интонации, достойные португальской монахини. Гюго быстро распознал в ней этот лирический дар и бережно хранил ее письма. Но но ведь ни любовью, ни остроумием не проживешь. А Жюльетта была бедна, да еще погрязла в долгах. Двенадцать тысяч франков ювелиру Жениссе, две тысячи пятьсот франков госпоже Лебретон и госпоже Жерар, торговавшим Кашемиров мешалями, тысячу франков перчаточнику Пуавену, четыреста франков парфюмеру Велену. Всего двадцать тысяч франков. Сначала она, страшав своего господина и повелителя, обуреваемого подозрениями, пыталась договориться с кредиторами, закладывала в ломбард свое белье, пробовала занять денег через посредство некоего Жак-Фермена Ленбена и его жены, всецело ей преданных друзей. Начались тайны, скрытничения, подозрительные хлопоты, разгоралась ревность Гюго, принимавшего в таких случаях вид великого инквизитора. В течение этого года они не раз готовы были порвать. В свою записную книжку Виктор Гюго внес 13 января 1834 года в половине двенадцатого вечера следующие слова «Сегодня я еще любовник, а завтра». Жюльетта, которая всем пожертвовала, чтобы сохранить этого любовника, которая добровольно обрекла себя на нищету, справедливо чувствовала себя оскорбленной его суровостью. Ничто из всего этого не заслуживает в ваших глазах помилования. Я сегодня для вас та же, кем была для всех год тому назад, женщина, которую нужда может бросить в объятие любого богача, желающего ее купить. Вот в чем причины жестокие и неодолимые причины нашей разлуки. Вот чего я больше не могу переносить. У нее были и другие причины страданий. На Королевской площади Виктор Гюго вел блестящую жизнь, в которую Жюльетта не была допущена. Иной раз случалось, что ночью, устав ждать любимого, она бродила под его окнами, как он в былое время бродил перед тулузским подворьем, смотрела на горящие люстры, слушала веселый смех. Мучило ее и то, что он с легкостью принимал всякую клевету или правду о ее прошлом, что он слушал росказни Иде Ферьез или перезрелый мадемуазель Жорж, которые с лицемерной заботливостью спрашивали Гюго, почему он из всех женщин выбрал эту тщеславную лживую кокетку и беспорядочную особу. Страдала она и от того, что он очень мало интереса проявлял к ее артистической в 1834 году он добился, чтобы ее приняли в труппу французского театра с годовым окладом в 3000 франков. Это позволило ей внести плату за квартиру, которую снял и обставил для нее князь Демидов в доме номер 35 на улице Шекье и которую он, разумеется, больше не желал оплачивать. Но в театре ей не давали никаких ролей, и она приходила к мысли, что ее возлюбленный судит о ней как об актрисе столь несправедливо, как и публика на премьере Марии Федор. Какое же будущее ее ждали? Жить мягкой и одинокой, не пробить себе дорогу в театре и создать семьи, быть просто любовницей и ревнилого презирающего ее человека. Когда федерторы предъявили вискиля, и федерка летилась в квартире, а с нее вшановку описали за долги, она на суте стала думать о самоубийстве. Виктор, нынче ночью вы, чтобы совсем уничтожить меня, воспользовались гнусной клеветой этой Жорж и несчастьями моей прошлой жизни. Вы посмеялись над тем, что я пятнадцать месяцев любила вас и страдала из-за вас. Очень прошу, не отвергайте правды, поверьте, что моя любовь к вам была горячей и чистой. Не уподобляйтесь детям, которые, увидев старика прохожего, не верят, что он был когда-то молодым и сильным. Ведь я любила вас всеми силами души своей. Вот здесь все ваши письма и тот носовой платок, который вы мне вернули. Это не мой, а чей-то чужой платок. И она повторила то, что говорила когда-то по поводу роли Джен в драме Марии Тюдор. Я больше не могу. Только теперь уж не о роли речь, а о всей моей жизни. Теперь, когда клевета сокрушила меня во всех отношениях, теперь, когда осудили мою жизнь, меня в твоей пьесе, теперь, когда мое здоровье и рассудок мой подорваны в бесцельной и бесславной борьбе, теперь, когда меня выставили перед общественным мнением женщины без всякого будущего, я больше не смею и не хочу больше жить. Говорю чистую правду, я не смею больше жить. Этот страх и породил во мне желание, потребность покончить с собой. Потом, поскольку сердце у Гюго было умнее его гордыни, он раскаивался и возвращался к Жюльете. Любую снувшую возлюбленную он однажды написал ей, ты найдешь у тебя на одеяле эту записку, сложенную вчетверо, и улыбнешься мне, правда? Я хочу, чтобы в прекрасных твоих глазах, которые столько пролили слез, засияла улыбка. Спи, моя Жюльета, пусть снится себе, что я тебя люблю, пусть тебе снится, что я у твоих ног, пусть тебе снится, что ты моя всецело, пусть тебе снится, что я всецело твой, пусть тебе снится, что я не могу без тебя жить, думаю о тебе, что я пишу тебе, а проснувшись, ты увидишь, что сон тебя не обманул, целую твои маленькие ножки и твои большие глаза. Он повез ее в окрестности Парижа и показал ей свою любимую долину Бьевры, полную ленивой неги и зелени. 3 июля 1834 года они провели ночь в гостинице «Щит Франции» в деревне Жуи-Ан-Жоза, незабываемую ночь. Мой дорогой, мой любимый, я все еще взволнована после вчерашнего. Вчера, 3 июля 1834 года, в половине одиннадцатого вечера в гостинице «Щит Франции» я, Жюльетта, была самая счастливая и самая гордая женщина на свете. 4. Заявляю еще, что до сих пор я не чувствую всей полноты счастья любить тебя и быть тобой любимой. Настоящее письмо, имеющее форму протокола, является документом, устанавливающим состояние моего сердца. 5. Этот документ, составленный нынче, действителен до конца моей жизни на земле. 6. В тот день, час и минуту, когда он мне будет предъявлен, обязуюсь вернуть вышеупомянутое сердце в том самом состоянии, в каком оно сегодня находится, то есть наполненным одной единственной любовью, любовью к тебе, и одной единственной мыслью, мыслью о тебе. 7. Составлено в Париже 4 июля 1834 года, три часа дня, Жюльетта. Подписали в качестве свидетелей тысячи поцелуев, коими я покрыла сие письмо. 8. Уже подходило время выезда семейства Гюго на лето в замок Рож, и влюбленные стали вместе искать для Жюльетты комнату где-нибудь неподалеку от усадьбы Бертенов. 9. Они нашли ее на вершине высокого лесистого холма, в деревне Мец, в низком белом сельском домике с зелеными ставнями, обвитым одичавшей виноградной лозой, у супругов Лобюсьер. И те сдали им эту комнату за 92 франка в год, каковую сумму Гюго заплатил вперед. Потом они вернулись в Париж. Виктор Гюго, Жюльетте Друе, 9 июля 1834 года Любимая моя, ангел мой, нет ничего более упоительного, чем песни, исходящие из твоих уст, кроме поцелуя, которые срываешь с них. Никогда не забывай те строки, которые написаны в твоей постели, когда ты, нога и прелестная, была в моих объятиях и пела мои песни голосом, хватающим за душу. Простенькие песенки, которые ты делала очаровательными. Я сложил стихи, а ты вложила в них поэзию. 19 июля она расстала с улицы Эшекье, унося с собой вечные воспоминания о той комнате, где мы были так счастливы и так несчастны, и поселилась в крошечной квартирке в доме номер 4 на Райской улице. О, эта улица правильно названа, моя Жюльетта. Само небо будет за нас на этой улице, в этом доме, в этой спаленке, в этой кровати. Однако в августе 1834 года сладостный рай стал адом. Свора кредиторов напала на след и приняла слайд так громко, что Жюльетте пришлось признаться любовнику, как велика сумма ее долгов. 20 тысяч франков? Сын генерала Гюго, получавший в отрочисти на свои расходы только 2 су на день, пришел в неописуемую ярость. Он кричал, что постепенно все заплатит сам, хотя бы это стоило ему здоровья и даже жизни. Но обещания перемежали с жесточайшими укреками. Что же она натворила? Страстная сила ее угрызений совести наводит на мысль о каких-то серьезных провинностях. Она писала Гюго, «Ах, Остась, никогда ты не знал любви более чистой, чем моя любовь, более искренней, более прочной, и все же я презренная женщина. Чего ты потребуешь от меня? Чем я могу исправить и скупить преступление, в котором я не виновата? Ибо оно произошло не знаю как, и я не была в нем сообщницей ни душой, ни телом. Скажи, произнеси приговор. Я подчинюсь, претерплю любую кару, лишь бы не умерла наша любовь». И она бежала со своей маленькой дочкой в Британь, где жила в Сен-Ренане ее сестра Рене, госпожа Кох. В разлуке оба любовника поняли всю меру своего безумия. Но что такое деньги? Что такое долги в сравнении с великой любовью? Гюго пустил в ход и ноги, и руки, и когти, чтобы спасти Жюльетту от ближайших опасностей. Он дошел до того, что воззвал к Прадье, которого он называл князем Фюрстенберг, по названию улица, на которой жил скульптор, и потребовал, чтобы тот, по крайней мере, взял на себя расходы по содержанию своей дочери Клер. Но Прадье от этого отказался. Он заявил, что мог бы сделать это только в том случае, если Виктор Гюго выхлопочет для него заказ на скульптурную группу для Триумфальной Арки. Циничный торг. А Жюльетта с дороги слала письмо за письмом. «Виктор, я умираю без тебя. Неужели правда, что ты меня ненавидишь, что я тебе противна, что ты презираешь меня? Я сделаю все, что ты потребуешь. Я сделаю все, Боже мой. Только скажи, хочешь ли еще быть со мной?» Он очень хотел быть с нею и сделал все, чтобы ей помочь. Виделся сегодня с господином Прадье. Я затронул его за живое. Он вел себя так, как должно, и теперь решено, что отец твоего ребенка и я сделаем все, чтобы тебя спасти. Если понадобится, он возьмет на себя обязательства, так же, как и я. Но для этого надо, чтобы ты была в Париже. Прадье держится такого же мнения. Твое присутствие необходимо. Ты должна всем руководить и все распутать. Я со своей стороны только что выцарапал когтями тысячу франков. Видишь, что может совершить любовь? Сейчас побегу на почтовую станцию. Если захвачу место в дилижансе, выйду во вторник, и в пятницу ты меня увидишь. Больше суток не ел ничего, но это пустяки. Я люблю тебя. Оставив Фаделя детей в усадьбе Рош, Гюго помчался в Британь. Он встретился с Жюльетой в Бресте, под голубым небом, у голубого моря. После туманов и непогоды наступили прекрасные дни. Любовники поклялись больше не причинять друг другу страданий. На пути к своей возлюбленной Гюго успокаивал жену. 7 августа он писал ей из Ренна. «Прощай, дорогая Адель, я люблю тебя. До скорого свидания. Пиши мне почаще и, конечно, длинные письма. Ты — радость и честь моей жизни. Целую твое прекрасное чело и твои прекрасные глаза». Для Адели, которая могла теперь совершенно свободно прогуливаться с Сент-Белом под густыми деревьями по берегу Бьевры, не составила большого труда и не было с ее стороны большой заслугой ответить любезным письмом на спокойное потворство мужа. «Я не хочу говорить ничего такого, — писала она, — что могло бы тебя опечалить, когда ты вдалеке, а я не могу быть возле тебя. Впрочем, я думаю, что и при всех этих обстоятельствах ты, в сущности, любишь меня, а раз не спешишь возвращаться, значит, тебе весело, и уверенность в том и в другом делает меня счастливой». Равнодушие порождает снисходительность. Жюльетта и Гюго возвращались не спеша, короткими перегонами. Она дремала в дилижансах, положив голову ему на плечо, он не упускал в пути ничего примечательного. Видел каторжников в Бресте, менгиры в Карнаке, осматривал старинные церкви, в Туре ходил в театр на лукрецию Боджа. Потом, 2 сентября, Жюльетта вновь поселила в своей комнатке в деревне Мец, а Гюго в усадьбе Дерош, и для них началась простая и бесподобная жизнь, продлившаяся полтора месяца. В доме тетушки Лабюсьер, куда Антуанетта Ланвен, подруга Жюльетты, служившая посредницей между ней и Прадье, часто привозила маленькую Клер, мадемуазель Друе сама убиралась и стряпала, ела в кухне. У нее было только два платья, одно шерстяное, другое жаконетовое, в розовую и белую полосочку. Но сама эта бедность, жестяные ложки, грубые башмаки, отсутствие всяких извлечений свидетельствовали о ее покорности и любви. Поэтому Гюго, в котором этот аскетизм, соблюдавшийся Жюльеттой по его требованию, удовлетворял странное желание властвовать, преподнес ей экземпляр повести Клос-Ге, сделав на титульном листе такую надпись «Моему ангелу, у которого отрастает прылья». Мец, 2 сентября 1834 года. Ежедневно Гюго приходил к ней пешком через лес. Адель была сообщницей, Луиза Бертен — наперстницей. Старым девам, если они добры, нравится аромат любви. По большей части Жюльетта выходила навстречу возлюбленному и ждала его в лесной чаще под старым каштаном. Стройная, с высокой грудью, румяная, с прелестной лукавой улыбкой, приоткрывавшей губы, она казалась чудным цветком, поднявшимся из грубой чаши, которая образовала дуплистое дерево. Завидев любовника, она выпрыгивала на дорожку, обнимала его в прозрачной дымке лесных испарений и увлекала в густые заросли, где мох устилал землю мягким ковром. Любовь и природа создают дивную гармонию. Веселый щебет в гнездах, стоящихся под тенью леса, сливался со вздохами любовников. Они были счастливы. Гюго, который любил объяснять и мир, и Бога, и все на свете, нашел в раскаившейся прекрасной грешнице восхищенную покорную ученицу. Однажды их застала в лесу гроза, они укрылись от нее в дупле старого каштана, и это происшествие стало для них дорогим воспоминанием. Жюльетта дрожала от холода, он пытался согреть ее. Капли дождя падали с его волос на ее шею, но он говорил ей, «Всю жизнь я буду помнить твои слова, полные нежной заботы и ума». Жюльетта Друэ была из тех женщин, которые благодарны мужчине, если он восхваляет не только их красоту, но и благородство души. Жюльетта, которую осуждали так строго, и которая сама осуждала свое прошлое, жаждала услышать ласковые слова. «Когда поэзия моя людьми гонима, так сладостно прильнув к себе вкусит покой, Тобой душа моя печальная хранима, как огонек свечи заботливой рукой. Когда сидим вдвоем среди цветов долины, когда душа твоя засветится в глазах, И как изгнанница глядит она с чужбины на подвиги земли, на звезды в небесах». Виктор Гюго. Собрание сочинений. Том 1. На берегу моря. Песни «Сумерек». Перевод Грушецкой. Примечание редакции. Она любила, когда он говорил, что надо надеяться на Бога. Любила, когда ее возлюбленный становился проповедником. «Страдание, ангел мой, нам за грехи дано. А ты молись, молись, и, может быть, творец, благословив святых и грешных заодно, И нам с тобой грехи отпустит, наконец». Виктор Гюго. Надежда на Бога. Песни «Сумерек». Примечание редакции. Как же она, наверное, была счастлива и горда, когда 25 октября он положил для нее в дупло каштана, Служившее им почтовым ящиком, в который она приносила иногда по пять записок в день, Листок бумаги с его стихами, посвященными ей. «Вам, кого я чту, себе, кого люблю». Стихи эти носили заглавие в старой церкви. Они были созданы поэтом однажды вечером, когда он и Жюльетта после прогулки зашли в маленькую церковку деревни Бьевры и долго пробыли там. «Тяжелый и низкий свод, печаль камней, и в церковь мы вошли, а целых триста лет, кто плакал в ней, склоняясь до земли. Здесь тишина и грусть на склоне дня, и в церковь мы вошли. Пустой алтарь, как сердце без огня, пустой алтарь в пыли». Виктор Гюго. Старой церкви. Песни «Сумерек». Примечание редакции. Должно быть, она там молилась. Там поведала она Богу, в Которого верила всей душой свое отчаяние, отчаяние одинокой женщины, у которой нет ни веселого домашнего очага, ни ласковой семьи. А между тем она в холодном и суровом мире никому не причинила зла. Там милый друг, утешая и успокаивая ее, сказал, что своей задумчивостью строгой и кротостью души она достойна быть в обители святой. Олимпио. Ничто так не говорит в пользу Гюго, как нерушимая нежная любовь, которую дарила ему прелестная женщина Жюльетта Друэ. Поль Клодель. И вот началась удивительная жизнь, какую не согласилась бы вести женщина, отнюдь не связанная монашескими обетами. Виктор Гюго обещал простить и забыть прошлое, но поставил для этого определенные и весьма суровые условия. Жюльетта, вчера еще принадлежавшая к числу парижских холеных красавиц, вся в кружевах и драгоценностях, теперь должна была жить только для него, выходить из дому куда-нибудь только с ним, отказаться от всякого кокетства, от всякой роскоши, словно наложить на себя эпитемью. Она приняла условия и выполняла его с мистическим восторгом грешницы, жаждавшей возрождения в любви. Ее повелитель и возлюбленный выдавал ей каждый месяц небольшими суммами около восьмиста франков. И она все благоговейно записывала. Дата, франки, су. Первое. Деньги, заработанные моим обожаемым. Четыреста. Четвертое. Деньги, заработанные моим божеством. Пятьдесят три. Шестое. Деньги, на питание моего то-то. Пятьдесят. Десятое. Деньги, заработанные моим возлюбленным. Сто. Одиннадцатое. Деньги, на питание моего дорогого. Пятьдесят пять. Двенадцатое. Деньги, заработанные моим любимым. Пятьдесят. 14. Деньги из кошелька моего обожаемого — 6 франков, 4 су. 24. Деньги из кошелька моего миленького Тото — 11 франков. 30. Деньги из кошелька моего миленького Тото — 3. Из этих денег она прежде всего обязана была погашать свои долги кредиторам, платить за квартиру и в пансион, где обучалась ее дочка. На жизнь ей оставалось мало. По большей части она не топила камин в своей комнате. Если там было очень холодно, оставалась в постели, мечтала, читала или вела запись расходом, которую ее повелитель ежевечерно тщательно проверял. Жюльетта питалась молоком, сыром и яйцами. Каждый вечер — яблоко. Ни одного нового платья. Она переделывала старые. Гюго свердил ей, что туалет ничего не прибавляет к природной прелести хорошенькой женщины. Он спрашивал у нее разъяснений, почему куплена коробка зубного порошка, откуда взялся новый передник, который она сделала из старой шали. Можно считать чудом, что она принимала жизнь затворнице и рабыне не только весело, но с благодарностью. Не знаю, отчего я так любила делать долги. Боже мой, ведь это и гадко и унизительно. Как ты великодушен и благороден, мой драгоценный, что любишь меня, несмотря на мое прошлое. В свободные часы она переписывала рукописи своего возлюбленного или чинила его одежду. Это тоже было ей приятно. Тягостная сторона жизни была в том, что поскольку ей не дозволялось где-нибудь бывать одной, она иногда по нескольку дней ждала его, глядя как птица в клетке на голубое небо. Когда Гюго бывал свободен, он провожал ее в Сен-Манде, где Клер-Продье училась в пансионе, или в дом инвалидов, где доживал свой век дядя Жюльетты, или ходил с ней по лавкам старинных вещей. Он любил маленькую Клер и писал ей. «Раз ты немножко думаешь, бедняжечка Клер, о своем старом друге Тото, я хочу с тобой поздороваться. Учись хорошенько, расти большая и умная, будь такой же благородной и хорошей, как твоя мама». Если он долго не появлялся, для Жюльетты становилась пыткой эта жизнь в заточении, при которой она не имела права даже воздухом подышать, то есть пройтись по бульвару. И она жаловалась. «Я по глупости своей позволила, чтобы со мной обращались, как с дворовым псом, похлебка, будка и цепь, вот моя участь. Но ведь есть собаки, которых хозяин водит с собой. На мою долю такого счастья не выпало. Цепь моя так крепко приклепана, что вам и не вздумается снять ее». Единственной надеждой на независимость, несмотря на все неудачи, для нее оставался театр. Виктор Гюго только что закончил новую пьесу в прозе «Анджело Тиран-Подуанской». В сущности, это была мелодрама в духе Лукреции Боджа. Куртизанка, возрожденная высоким чувством любви Тизбе и кроткая женщина, спасенная ею от смерти Катарина. Полный набор эффектов, узнавание, потайные ходы, склянки с ядом и крест моей матушки, но построена пьеса была хорошо. И во французской комедии ее с восторгом приняли к постановке. А Жюльетта состояла в труппе этого театра. Разве не могла она надеяться получить одну из двух ролей? Она догадывалась, что Гюго опасается доверить свою пьесу актрисе весьма спорного таланта, к тому же постерегаемой закулисными кознями, и не осмеливается сказать ей это. Великодушная женщина стушевалась. «Отделим друг от друга наши судьбы в театре», — сказала она ему. Это значило, что она отказывается от своей надежды. Она вышла из труппы, так ни разу не сыграв на сцене французского театра. Две главные роли достались известным актрисам, одна — мадемуазель Марс, другая — мадам Дарваль. Это была высшая степень самоуничижения для актрисы и постоянная причина страхов для влюбленной женщины. Волнующее кокетство и роковое очарование мадам Дарваль были общеизвестны. Дарваль покорила джентльмена Альфреда де Виньи и не была ему верна. Жюльетта нисколько не сомневалась, что кокетка поведет атаку на молодого и красивого поэта. Жюльетта писала Гюго, «Я ревную тебя к вполне реальной сопернице, ведь это неслыханная распутница, а сейчас она бывает с тобой каждый день, смотрит на тебя, говорит с тобой, прикасается к тебе. Ах, как же мне не ревновать к ней! И как мне больно, как я страдаю!» Премьера Анджело, рукоплескание, вызовы, восторг, бешеный успех в значительной мере благодаря двум исполнительницам главных женских ролей, они обе были любимицами публики, оказалась для Жюльетты настоящей пыткой, но ее преданность возлюбленному взяла верх. «Если бы ты знал, как честно я аплодировала, мадам Дорваль, тебе стыдно было бы чем-нибудь обидеть нынче вечером мое бедное сердце, и так уже немного уязвленное сознанием, что не я, а другая передает публике твои благородные мысли. Ну вот, поневоле загрустишь и будешь волноваться, когда знаешь, что эта женщина возле тебя». В похвалах исполнительницы роли она угадывала своего рода брачный союз двух душ, актрисы и автора, и ей было горько, что не она, Жюльетта, передает публике его возвышенные мысли. Она имела право на награду и получила ее, сначала в виде прекрасных стихов. О, если я к устам поднес твой полный кубок, и побледневшим лбом приник к твоим рукам, и часто из твоих полураскрытых губок твое дыхание пил душистый фимиам, и было мне дано делить с тобою грезы, все тайные мечты и помыслы делить, и твой услышать смех, твои увидеть слезы, со взором взор сливать, уста с устами слить. И если надо мной звезда твоя сияла, так ласково и все ж так грустно далека, и роза белая нечаянно упала на мой тернистый путь из своего венка, то я могу сказать, о годы, мчитесь мимо, ваш бед не страшен мне, я не состарюсь, нет, увянуть все цветы должны неотвратимо, но в сердце у меня не вянет вешний цвет. Все так же он душистый свеж, ни на мгновение не истекает ключ, что жизнь ему дарит. Душа полна любви, не знающей забвенья, и вам не погасить огонь, что в ней горит. Виктор Гюго, собрание сочинений, том первый. «О, если я кустам поднес твой полный кубок». Песни «Сумерек». Перевод Дмитриева. Примечание редакции. Второй наградой было путешествие, которое они совершили на следующее лето. Хотя жить на два дома было весьма обременительно, Гюго мог это позволить себе. Анджело играли 62 раза со средним кассовым сбором в 2250 франков. Книгоиздатель Рен-Дюэль купил рукопись. В 1835 году он заплатил 9000 франков за право переиздавать в течение полутора лет оды и баллады «Восточные мотивы» и «Осенние листья». Затем еще 11000 франков за новое переиздание. Плюс к этому песни «Сумерек» и новый сборник «Внутренние голоса». За три года, 1835-1838, Рен-Дюэль уплатил Виктору Гюго 43 тысячи франков. Из издательств и из театров деньги рекой текли на Королевскую площадь и ручейком на Райскую улицу. В конце июля Адель захотелось поехать в Анжу на свадьбу их друга Виктора Пави. Гюго был приглашен, но он знал, что на свадьбе будет и Сент-Бёв, с которым он не хотел встречаться. Чтобы совершить путешествие с Жюльеттой на полной свободе, он послал на свадьбу свою жену в сопровождении ее отца, Пьера Фуше. В разлуке муж и жена, связанные между собой больше братскими, чем супружескими узами, все время обменивались самыми ласковыми письмами. Виктор Гюго Адели, Монтеро, 26 июля 1835 года. Здравствуй, мой бедный ангел! Здравствуй, моя Адель! Как ты доехала? Ла Фер, 1 августа. Надеюсь, ты хорошо повеселилась? Амьен, 3 августа. А ты? Где ты? Что ты делаешь? Как ты поживаешь? Лет-Репор, 6 августа. Какая это красота! Море, дорогая моя Адель! Надо нам когда-нибудь вместе поглядеть на него. Монте-Вилье, 10 августа. Надеюсь, твое маленькое путешествие пошло тебе на пользу, что ты по-прежнему будешь пухленькой и свежей. Адель Виктору. Я много думала о тебе, мой добрый и милый Виктор. Хотелось бы, чтобы ты был возле меня. Не могу и сказать тебе, сколько волнений я пережила, мой бедный друг. Надеюсь, ты их поймешь и разделишь со мной. 19 августа. В общем, если тебе весело, то я за тобой не числю никакой вины. Да и было бы с моей стороны несправедливо жаловаться на тебя, раз ты пишешь мне такие хорошие и прелестные письма. Кротко и простодушный Пьер Фуше, сопровождавший дочь, признавался, что его немного удивляет неожиданное для него согласие между супругами. По нашему возвращению в Анже, пишет он, Адель нашла несколько писем от мужа. Он путешествует в Бри и в Шампане. Он очень любезен с нашей Аделью. Пишет, чтобы она развлекалась, чтобы она думала о нем, чтобы она любила его. И кончает письмо так. Желаю, пови такую жену, как ты. Тогда пусть благодарит Бога. Свадьба в Анжу была пантагрюэлевской. Четыре дня пировали под тентом и на пароходах. Адель, жена знаменитого писателя, очень красивая дама, восхищала свадебных гостей. Цент берг со слезами на глазах, прочитала Петаламу, слишком длинную, ее слушали с вежливой скукой. — Адель, Виктору, когда будешь в Париже, друг мой, напиши ему несколько строк в благодарность за его заботы. Солнце сияло, поля смотрели приветливо, берега Луары были веселые, но Адель оставалась грустной. Ухаживание ее друга с реденькими рыжими волосами больше не утешали ее в том, что около нее нет мужа. — Адель, Виктору, глядя на Луару, я говорила себе, что десять лет тому назад я видела ее вместе с тобой. Когда же мы поедем к Адаре, — говорит, — вдвоем. Я старею, мне все приелось, я грущу беспричинно. Ей надоели и Сент-Бёв, и жизнь, и все насилие. Ревность пробуждает некое подобие любви. Дедина, одиннадцатилетняя девочка, ласково укоряла отца. Мама иногда плачет от того, что она не с тобою. Не забывай свою дочку, милый папочка, брось всякие тесаны, камни и приезжай к нам. Мы тебя очень любим. А тем временем Виктор и Жюльетта полностью наслаждались поэзией своего путешествия. Жюльетта Виктору, ты помнишь, как мы уезжали откуда-нибудь и как мы прижимались друг к другу под откидным верхом дирижанса? Рука в руке, душа с душой. Мы забывали обо всем, кроме нашей любви. А когда добирались до места, осматривали соборы и музеи и восторгались всякими чудесами, глядя на них сквозь призму чувств, волновавших наши сердца, сколько шедевров тогда восхищали меня, потому что ты любил их, и твои уста умели разъяснить мне тайны их прелести. Сколько ступеней я одолела, взбираясь на самый верх бесконечных башен, потому что ты поднимался впереди меня. Тут звучит чистейший язык страстной любви. Для Жюльетта эти путешествия создавали иллюзию брака. Для Гюго в них была фантазия, обновление, возврат к дикарской свободе детских лет. Он любил путешествовать без программы и без багажа. Любил карабкаться на развалины, делать наброски, собирать цветы, впитывать образы. Жюльетта, умевшая ко всему приспособиться, была идеальной попутчицей для этих вылазок. Вдали от Парижа Виктор Гюго не разыгрывал никакой роли. Не был ни пророком, ни инквизитором, был весел, как студент на каникулах. На стенах скверных харчевин он писал проклятие. К чертям дурной приют, паршивый дом. Здесь вонь и чад, и рай клопам обжором. Здесь ночью был ужаснейший садом, и комевые жоры пели хором. В 1835 году путешествие привело любовников в Пикардию и в Нормандию. Куламье — неинтересная церковь. Провен — четыре церкви, башня. Город разбросан живописнейшим образом на двух холмах. В двух лье от Суассона, в долине, отошедшей далеко от всяких дорог, восхитительный маленький замок XV века — Сетмон. Если бы когда-нибудь захотели продать его тысяч за десять франков, я бы тебе купил его, милая моя Адель. Сен-Кен-Тен — красивый фасад из разного деева, постройка 1598 года. А теперь я вам ени. Тут собор, уж он-то займет у меня целый день. Просто какое-то чудо. Ле-Трепор. Вчера я и порадовался, и погрустил, дорогой друг. Порадовался, потому что получил от тебя письмо, погрустил, потому что оно было единственное. Почти сутки пробыл в Абвиле. Надеюсь, что успеют прийти еще письма от тебя. Два раза ходил на почту. Ничего. До скорого свидания, дорогая Адель. Как радостно будет поцеловать тебя. Что ж, перед нами письма хорошего мужа. Но восторженные эпитеты исходили от человека, который видел все эти картины с другой, с любимой женщиной. По возвращении Гюго жена его устроила в замке Рожж, а Жюльетта — в деревне Метц. Любовные приключения превращал в традицию. В 1835 году, в сентябре и октябре, погода была дождливая и ветреная. Жюльетта часто оставалась одна в своей комнате у тетушки Лобюсьер, глядела в окно, как бушует буря, с тревогой думала о своей дочке, которую мы уж слишком забываем, шила себе капот или перечитывала произведение своего дорогого. В этом она была неутомима. Я знаю все твои вещи наизусть, но всякий раз, как я перечитываю их, мне они нравятся еще больше, чем в первый раз, так же, как твое прекрасное лицо. Я ведь знаю в нем каждую черточку. Нет ни одной пряди в твоей шевелюре, ни одного волоска в бороде, которые не были бы мне знакомы. И все равно каждый раз меня поражает и приводит в восторг твоя красота. Когда Жюльетта, несмотря на дождь, добиралась до большого каштана, зачастую ее ожидало разочарование. Она не находила под ним возлюбленного, не находила в дупле письма. «Если только не развергнутся все хляби небесные, я непременно пойду к нашему большому дереву, которое оказалось весьма бесплодным для меня в нынешнем году. Оно мне не принесло еще ни одного, хотя бы самого маленького письмеца. С его стороны это большая неблагодарность, ведь я отдаю ему предпочтение перед другими деревьями, красивее и моложе, чем оно. Но, как видно, неблагодарность — основное свойство и деревьев, и людей». Однако время от времени она получала чудесную страницу, которая была для нее утешением и вознаграждала ее за все. Виктор Жюльетти «Запомним на всю жизнь вчерашний день. Да разве можно забыть, какая ужасная гроза была 24 сентября 1835 года, и сколько радостей она нам принесла? Ливень недвергался потоками, листья на деревьях не спасали нас, с них вода, становившаяся еще холоднее, падала нам на головы. Ты почти на гае была в моих объятиях, ты прятала свое прекрасное лицо в моих коленях и поднимала его лишь для того, чтобы мне улыбнуться. К твоим красивым плечам прилипала намокшая от воды сорочка. Буря не стихала полтора часа, и за это время ни одного слова, которое не было бы словом любви. «Какая ты чудесная! Люблю тебя, моя Жюльетта! Люблю так, что не могу и выразить это словами! Какой ужасный хаос вокруг нас, и какая сладостная гармония в нас с тобой! Пусть же этот день будет драгоценным воспоминанием до конца наших дней!» Безумное восхищение Жюльетты, граничившее с благоговейным поклонением, было опасным. Оно развивало склонность к поэта, к самообожествлению. В те годы романтики, желая бежать от горькой действительности, создавали своих двойников и переносили на них бремя своих мук и чистолюбивые стремления. Байрон, создавший «Чай от Гарольда», первый подал тому пример. Виньи создал Стелло, Мюссе, Фортунио и Фантазио. У Жорж-Сант была Лелия, у Сент-Бёва Жозеф де Лорм, у Шутебриана Рене, у Стендай Жюльен Сорель, у Гёте Вильгельм Мейстер, у Бенджамена Констана Адольф. Олицетворением Гюго был Олимпио, походивший на него как брат, полубог, рожденный вдали от людей, как единый сплав гордости, природы и любви. Выбор имени был гениальной выдумкой. Олимпиец, сраженный Титан, который помнит, однако, о своем высоком происхождении, сверхчеловек, способный глубже, чем люди, погрузить свой взгляд в бездны. Божество и вместе с тем жертва богов. Таким поклонением Жюльетте приучала Гюго видеть себя. Все годы были для него тяжелым периодом жизни. Он знал, что его ненавидят, клевещут на него. «Почти все прежние друзья покинули его», — писал о нем Генрих Гейми. И, по правде сказать, покинули по его вине. Они были обижены его себелюбием. Оттуда и возникла у него потребность обратиться к своему двойнику с прекрасными словами утешения. «О, юноша, давно ли талантами твоими был очарован свет? Давно ли похвалой твое звучало имя? Но постоянства нет. И треплют честь твою, безумствуя и лая, Враги, как сто собак, И алчностью горя кругом толпится стая Бессмысленных зевак». Виктор Гюго, Колимпио, Внутренние голоса, Перевод Ваксмахера, Примечание редакции. Страсть в полном и трагическом смысле этого слова. Вот что завершило формирование поэта. И то, что он тогда создал, Было бесконечно выше не только от и баллад, Но и осенних листьев. Сборник песни «Сумерек», Выпущенный Рэндюэлем в конце октября, Состоял из настоящих шедевров. Название его говорит о смягченном свете. И действительно, После фейерверка восточных мотивов Перед нами поистине прекрасное сочетание Простоты, тона и чеканной формы. Самые обычные обороты, Поднятые до уровня эпической поэзии. Как прекрасны стихи Наполеон II И полное почти сыновнего чувства Взволнованное обращение Ксении Наполеона I. Спи, мы найдем тебя В твоем гнезде орлином. Ты стал нам божеством, Не ставший господином. О жребии твоем еще в слезах Наш круг. Твое трехцветное Для нас хорубью стало. Веревка, что тебя срывала, Спи, и стала, Не замарает наших рук. О, справим по тебе мы неплохую тризну, А если предстоит сражаться за отчизну, У гроба твоего пройдем мы чередой. Европой, Индии, Египтом обладая, Мы повелим, пускай поэзия младая Споет о вольности молодой. Виктор Гюго в колонии Песни сумерек Перевод Антокольского Примечание редакции Стихотворение, посвященное Луи Б. Буланже Колокол Должно было, по мнению автора, Оправдать его политическую позицию. Виктор Гюго Воспевал императора После того, как воспевал короля. Отчего бы и нет. Колокол на сторожевой башне, Эхо небес на земле. На колокольной бронзе Вырезаны гербы всех режимов. Он в середине всего, Как звучное эхо. Он возвещает о горе и радостях Всех людей. Так и поэт создает песни О всякой славе И всех скорбях своей отчизны. Прохожий властную рукой Может заставить колокол Звонить не только во славу Бога. Виноват ли поэт или колокол В том, что порой ураган В нетерпении святом Налетит, подтолкнет и потребует Пой, и тогда, нарушая, Взрывая покой Из бурлящей груди, Как из царства теней, Сквозь пласты запыленных Обугленных дней, Сквозь обломки и пепел И горечи слизь, Пробивается слово И тянется ввысь. Виктор Гюго, Луи Б. Песни «Сумерек» Примечание редакции Но главным образом Гюго Выспевал в песнях «Сумерек» Свой духовный и плотский брак С Жюльеттой Друэ. Ей более или менее явно посвящено Тринадцать стихотворений. Смотри песни «Сумерек» Стихотворения Четырнцая, Двадцать первая, Двадцать вторая, Двадцать третья, Двадцать четвертая, Двадцать шестое, Двадцать седьмое, Двадцать восьмое, Двадцать девятая, Тридцатая, Тридцать первая И тридцать третье. Примечание автора. Любители скандалов Прочли этот сборник Скорее как строгие судьи, А не как друзья. И к своему удивлению Обнаружили в нем Также стихи, Посвященные жене и детям. Стихотворение «Дате Лилия, Дайте Лилий» Выздавало хвалу Добродетелям Аделе Гюго. То была попытка Опровергнуть Ходившие тогда слухи О разладе в семье поэта Признательность за прошлое И знак дружбы в настоящем. Смотрите, Женщины с детьми Выходят в сад, Высокий чистый лоб, Глубок и теплый взгляд. О, кто б вы ни были, Ее благословите! Меня связую с ней Невидимые нити, Пыл чистолюбия, Надежда юных дней, До гробовой доски Я предан буду ей. Виктор Гюго «Дате Лилия» Песни «Сумерек» Перевод Донского Примечание редакции Это стихотворение, Завершавшее книгу, Как будто освещавшее ее, Привело Стэнс Белла в раздражение, Которого он не мог сдержать. Его статья о песнях «Сумерек» Сплошь несправедливая Заканчивалось нападками На это домашнее стихотворение. Можно подумать, Что в заключении Автор решил разбросать Белые лилии Перед нашими глазами. Сожалеем, Что автор Счел этот прием необходимым. Цельность книги От этого пострадала. Ее название Песни «Сумерек» Не требовало двойственности. То же отсутствие Литературного такта Среди такого блеска Внушило ему мысль Ввести в композицию Тома два дисгармонирующих цвета, Воскурять в нем Два фимиама, Уничтожающие друг друга. Он не предвидел, Какое впечатление это произведет, А ведь все полагают, Что предмет уважения Лучше всего было бы Почтить и прославить Полным умолчанием. Адель огорчили Эти нескромные комментарии. Хоть ее и обижало, Что Жюльете посвящено Столько гимнов. Ее все же трогали Стихи, относящиеся к жене. Пускай Господь тебя хранит, Ты целомудрия, а плод, Не вырос тот запретный плод, Который Еву соблазнит. Виктор Гюго, стихотворение 36, Песни «Сумерек» Примечание редакции Не вырос тот запретный плод, Который Еву соблазнит. Муж отвозил тут ей роль, Которая не была ей неприятна. Новая любовь Виктору Гюго Толкала законную жену На сближение с ним, Но дружеская, А не чувственная. Она никогда не была пылкой возлюбленной, И охотно соглашалась быть Теперь только почетной Подругой поэта. Адель Виктору Гюго, Не лишай себя ничего. Что касается меня, То мне утехи не нужны. Я хочу только спокойствия. Я очень стара. У меня лишь одно желание, Чтобы те, кого я люблю, Были счастливы. Для меня счастье В моей собственной жизни Уже прошло. Я жду его В удовлетворенности других. Несмотря ни на что, В этом много приятного. И ты совершенно прав, Когда говоришь, Что у меня снисходительная улыбка. Бог мой, Да делай ты, что хочешь, Лишь бы тебе было хорошо. Тогда и мне будет хорошо. Не думай, что это равнодушие, нет. Это преданность тебе И отрешение от жизни. Я никогда не злоупотреблю Правами на себя, Которые дает мне брак. Мне думается, Что ты так же свободен, Как холостой человек. Ведь ты, бедный друг мой, Женился в двадцать лет, Я не хочу, Чтобы ты связал свою жизнь С такой ничтожной женщиной, Как я. По крайней мере, То, что ты даешь мне, Будет дано тобою Открыто и вполне свободно. После выхода песен «Сумерек» Она постепенно отстранила Сент-Бева от своей жизни. Она ставила ему в вину Не только неприличную статью, Но и то, что он повсюду Говорил о безнравственности Песен «Сумерек». Гюго хотел было вызвать на дуэль Своего прежнего друга, Но тут вмешался Книга-издатель Рэндюэль. Да разве возможно дуэль Между вами, Двумя поэтами? Возмутился он. Сент-Бев писал Виктору Пави. Мы, к сожалению, Поссорились, Серьезно и уж надолго. По крайней мере, Я не вижу возможности Примирения. Нас разделяют Теперь статьи. Статьи, Которые нельзя Не уничтожить, Не исправить. Поразительная вещь. Жюльетта, Так великолепно Прославленная поэтом, Проявила больше Ревности, Чем Адель, Видя, Что критики Приписывают Последнему В сборнике Стихотворению Даты Лилия Смысл возвращения К семье. Она написала Виктору Гюго 2 декабря 1835 года. Не одна я Замечаю, Что за последний год Ты очень переменился И в привычках, И в чувствах. Вероятно, Я единственная, Для кого это Смертельное горе. Но что за важность, Раз тебе У домашнего очага Весело, А семья твоя Счастлива. Особенно же Она сетвала на то, Что стало Менее желанно Для него. Уверяю вас В шутке в сторону, Мой дорогой, Мой миленький Тото. Мы с вами Ведем себя Самым нелепым образом. Пора Покончить Скандальную историю, Когда двое Влюбленных Живут В строжайшем Целомудрии. Ей нужен был Виктор Любящий, А не Виктор Преданный. Никогда Я не намеревалась Жить с тобой Иначе, Чем Любимая Тобою Любовница. И не хочу Быть женщиной, Зависящей От былой Любви. Я Не прошу И не хочу Отставки С пенсии. Она Угадывала С прозорливостью Любящей Женщины, Что, Достигнув Высочайшего Мастерства В искусстве, Он уже Мечтает О триумфах На другом Поприще. Хочет Быть Государственным Деятелем, Социальным Реформатором, Пророком. Когда Она Это Говорила Ему, Он Протестовал. Друг, Когда Свердят Про Славу, Рассмеяться Я Готов. Верят Ей, Но Лжет Лукаво Обольститель Ницы Зов. Зависть Факел Свой Багряный Раздувает И Чадит В очи Славе И Стукану, Что У входа В склеп Сидит. Пой, Буди Огонь Томления, Смейся, Смех Твой, Тихий Свет, Что Нам Буря И Волнение, Суета Людских Сует. Виктор Гюго Собрание Сочинений Том Первый Друг, Когда Твердят Про Славу, Лучи И Тени, Перевод Вольпиной, Примечание Редакции. Но она была права, думая, что ни толпа, ни гул ее для него не безразличны, и что опознав полное счастье, любви и славы, он на некоторое время пожертвует ими ради чистолюбия. Часть шестая. Осуществленные желания. Когда он по прошествии некоторого времени сделался франтом, она печально сказала ему однажды, «Бенджамин, вы заняты своим платьем, вы разлюбили меня». Сент-Бёв, госпожа де Шарьер. Свет и тени. В юности сочиняют любовные стихи, но иные желания владеют поэтом, вступающим в пору зрелости. Между 1836 и 1840 годом Виктору Гюго тревожит мысль, что он не приобрел никакого значения на общественном поприще. Воспевать лесные кущи, солнце, и жульетту — прекрасные занятия, но им не может удовольствоваться человек, стремящийся стать вожаком душ. Будь проклят тот, кто убегает, когда кричит, изнемогает и бедствует народ. Позор тебе, поэт беспечный, коль ты, мурлыча, стиху вечный, бежишь из городских ворот. Виктор тени 1840-й, поэт все чаще задумывается над сокровенной природой вещей. С горных вершин со скал морских он вопрошает Бога. Господь, да есть ли прок в творении Твоем? Зачем течет поток, зачем грохочет гром, зачем ты крутишь на оси наклонной сей жуткой шар с его травой зеленой, с нагромождением гор, с просторами морей? Зачем его крутить, скажи, Господь, скорей, и погружать то в бездну ночи мрачной, то в золотистый свет зари прозрачной? Виктор Гюго Мир и век, лучи и тени. Примечание редакции Но ответа нет. Пенсар Дуда мыслить значит сомневаться. Сквозь величественные картины природы поэт прозревает Бога, принявшего облик вещественного мира, но сенезримый безмолвный Бог никогда не является людям, и судьба схватившей человека за ворот грозного прошает его. Душа, во что ты веришь? Вселенная, ты сфинкс, перед тобой теряется в догадках ум любой, страша спрозреть, страша с найти ответ, молчит, не говоря ни да, ни нет. Давным-давно живем без веры мы, без факела среди кромешной тьмы, без слова утешения на земле, бескормчиво на нашем корабле. Виктор Гюго, Пенсар Дудар, лучи и тени, примечание редакции. Но в делах земных не имеет значения убежден ты или нет в существовании сверхъестественных сил. Наш век велик и могуч, им правит благородный порыв. Гюго жаждет занять место среди тех людей, кто формирует сознание народов. Шоттабриан, служивший Гюго образцом, был пэром Франции, послом, министром иностранных дел. Вот путь великих мира сего, на который он намеревался ступить. Но во времена Луи Филиппа среди писателей званием Пэра мог быть пожалован только член Французской Академии. Правда, в те годы, когда были созданы Кромвель и Эрнани, Гюго и его друзья немало поиздевались над академической братьей, но он слишком хорошо знал мир литераторов и был уверен, что члены Академии не станут попрекать талантливых писателей прежними обидами. Разве питали бы они к нему столь ярую ненависть, если бы не любили его? Начиная с 1834 года, Гюго наметил набережную Куанти как первую ступень на пути осуществления своих числолюбивых стремлений и с присущим ему железным упорством приступает к осаде крепости. Гюго возымел намерение попасть в академию, язвительно писал Сэмзев. Лишь сей предмет его занимает, он с важностью часами толкует о нем. Прогуливаясь с вами от бульвара Сент-Антуан до площади Мадлен, он по рассеянности непрестанно говорит все о том же. Коль скоро единая мысль засядет в голове Гюго, все в нем приходит в движение и сосредотачивается на ней. И вот уж близится тяжелая конница его остроумия, влекутся пушки, обозы и метафоры. Его любовница Жюльетта и дочь Дидина и слышать не хотели о зеленом мундире. В них воспитали отвращение к золотому шитью, и вкусы их отличали с завидным постоянством. Жюльетта опасалась, что выдвижение кандидатуры Гюго в Академию и светские обязанности, которые это повлечет за собой, отнимут у нее возлюбленного. Однако, добившись позволения сопровождать великого поэта, когда он ехал наносить визиты, и терпеливо ждать его, съежившись в уголке кабриолета, пока он звонил у дверей, она решила, что ей представилась отличная возможность воспользоваться хоть малыми крохами, оброненными им по пути. И она ревниво добавляет, «Таким образом я буду знать, сколько времени вы проводите в обществе жен и дочерей академиков». Затем она вошла во вкус. Сегодня на редкость удачная погода для охоты на бессмертных, и было бы непростительно не воспользоваться этим. Но после выборов, состоявшихся в феврале 1836 года, надо было найти замену умершему Виконту Лене, она с торжеством возвестила о провале кандидатуры Гюго. «Приблизительно через три часа вы перестанете быть академиком, мой милый Тото, с чем вы можете себя поздравить. Я, который ничуть не дороги политические преимущества, облеченный в академическое платье, молю Бога о том же, что и мадемуазель Дидина, и заранее ликую при мысли, что вы останетесь моим без всяких приправ». Действительно, избрали Мерсье Дюпати, быстро забытого сочинителя легковесных комедий, что дало Гюго повод горько заметить. Я полагал, что путь в академию лежит через мост искусств, увы, я заблуждался, ибо попадают туда, как видно, через новый мост. Между тем, упомянутый Дюпати с истинно светской любезностью велел отнести в дом на Королевской площади свою визитную карточку со следующим четверостишием. Взошел я на престол до вас, мой возраст мне открыл дорогу. Бессмертны вы уже сейчас, так подождите же немного. В ноябре 1836 года Гюго возобновляет посещение нужных людей. Но в своем письме к брату Теодору Виктор Пави выражает сомнение в возможности его успеха. Ламартин ранен в колено и вряд ли вернется к тому времени. Гизо, который выставляет кандидатуру Гюго против Минье, выдвинутого Теодору еще не успеют принять, и он не получит право голосовать. Геро сидит в лиму и гонит белое вино. Определенно можно рассчитывать только на Шатабриана и Суме, ибо Надье, дряхлый изменник, переметнулся в стан классицистов. Действительно, Ламартин и Шатабриан, два добрых гении семьи, голосовали за Гюго, но победил Минье. «Если бы голоса взвешивали, Гюго был бы избран», писала Дельфина Ге, «к несчастью, их только считают». Подруга юности Гюго стала весьма влиятельной особой, так как вышла замуж за циничного и дерзкого Эмиля Жерардена. Отдав свое время щедрую дань романтизму, она теперь круто повернула к антиромантизму. После Стелло Кростиньяку Дельфина обожала мужа, который незадолго до того основал газету «Ла Пресс», где она сама помещала блестящие статьи за подписью «Викон де Лоне». По просьбе Жерардена Гюго написал для первого номера газеты программную статью, изложив в ней главнейшее положение политики консервативной и в то же время верной принципам 1789 года. Таким образом, он принадлежал к сотрудникам газеты, и его друг Дельфина Ге разоблачил на страницах «Ла Пресс» величайший скандал, разразившийся на этой неделе, строго отчитав членов академии. «Господа, Франция требует от вас достойно почтить человека, перед которым она преклоняется, и увенчать лаврами ее даровитого сына, стяжавшего ей славу в чужих пределах». Она была совершенно права, но почтенные собрания, подобные тяжеловесным животным, не отличаются поворотливостью. Потерпевший поражение, но не смирившийся кандидат вернулся к будничным делам. Он все сильнее привязывался к детям. Прелестная дедина, растудительная, умная, сдержанная девочка по-прежнему оставалась любимицей Гюго и становилась понемногу его наперстницей. Преждевременно повзрослевшая из-за разлада в семье Леопольдина отличалась недетской серьезностью. Мать рисовала очаровательные карандашные портреты дочери, обнаруживая в них истинный талант. Денежные дела, чит и Гюго, шли как нельзя лучше, благодаря переизданию книг поэта и возобновлению постановок его пьес. Ежегодно они вкладывали изрядную сумму денег в государственную ренту. И тем не менее Гюго требовал от своей жены строгого отчета во всех расходах. Он давал ей тетради, разграфленные с помощью линейки на столбцы озаглавленные стол, содержание Адель, содержание дети, воспитание, галантерея, разные расходы, жалования прислуги, дорожные расходы, суды. В них должны были заноситься малейшие траты, даже такие, как 0 франков, 12 сантимов на омнибус или 2 франка на прическу парикмахера Эмери, улица Сент-Антуан, 31. Заглянув в тетради, можно было узнать, например, что в 1839 году госпожа Гюго 18 раз причесывалась у парикмахера. С возрастом Адель не стала более рачительной хозяйкой. Несмотря на внешнее великолепие, дом на Королевской площади содержался кое-как. Виктор Гюго работал в коморке, где было холодно, как в леднике, его матрасы были набиты шляпками от гвоздей, к его белью не пришивали пуговиц, а платье его не штопалось. Таково во всяком случае заключение Жюльетты Друе, свидетеля пристрастного. Адель изредка еще писала Сент-Бегу, но, по его мнению, эта любовь стала для нее просто грезой о минувшем, и он не ошибался. Она чувствовала приближение старости, здоровье ее внушало ей опасения, и, как знать, не подшла ли эта благочестивая женщина своим долгом порвать любовную связь, которую она уже не могла оправдывать непреоборимым влечением. Раздосадованный неудачей Сент-Бегу написал тогда в своих тетрадях немало жестоких слов о Виктории Гюго. Гюго-драматург — это колебан, возомнивший себя Шекспиром. Гюго упрекает меня в том, что я занимаюсь слишком незначительными сюжетами. Не хочет ли он дать понять, что я не занимаюсь более им самим? Гюго — софизм в пышном убранности. Не пощадил он и Адель. В ранней юности легко мириться с отсутствием в женщине ума, когда есть красота, за которую ее любят, как и с отсутствием трезвого рассудка, когда есть талант, за который человека обожают. Я подметил это супруга Гюго как в нем, так и в ней. Такая проницательность подобно острому клинку ранит того, кто ее проявил, и Сент-Бёв страдал. Все лето 1836 года, с мая по октябрь, госпожа Гюго провела с детьми уже не в Роше, а в Фурке, в лесу Марли, под достареющую фуше. В августе их навесил фонтане. Он с восторгом вспоминал проведенный там день. Давно уж не было столь веселого обеда. Виктор без сюртука, серечь в Женином пеньюаре, был неподражаем в своем радостном одушевлении. Груды жареного мяса, визит священника, господин Фуше и его война с гусеницами. Приезд отца был для детей настоящим праздником. Когда он покидал их, отправляясь путешествовать с Жильетой, диди написала ему «Мне жаль тебя, бедный папочка, как подумай о том, сколько Илье ты исхаживаешь пешком, а после таких утомительных походов тебе приходится довольствоваться скверным ужином. Впрочем, я не очень огорчаюсь, так как надеюсь, что из-за этого тебе захочется поскорее возвратиться в наш милый Фурке. А мы тебя тут ждем и любим всем сердцем». Когда он возвращался в свой дом на Королевской площади, к нему приезжала жена, а дети оставались в Фурке. Леопольдина писала матери, «Мы встаем около восьми, идем в церковь, завтракаем, я разучиваю фортепьяные пьесы, Деде играет, ежедневно приходит кюре, спрашивает у меня урок по хизису, ужинает у нас, проводит с нами вечер. Спроси у папочки, не купит ли он мне роман под названием «Монастырские прачки». Примилая вещица, ежели нет, купи сама, так или иначе, а ему придется раскошелиться». Леопольдина готовилась к первому причастию под руководством аббата Русселя, приходского священника Фурке, и своего деда, сочинявшего для нее духовные гимны. «Мы располагаем тетрадью уединения дедины», 92 страницы разбора подготовительных наставлений к моему первому причастию. На церемонии, которая состоялась 8 сентября, в воскресенье, в день Рождества Богоматери, в приходской церкви Фурке присутствовали Виктор Гюго, Роблен и Теофиль Госье. Леопольдина, единственная, пришедшая к первому причастию, преподала собравшимся урок истинной веры. Своим простодушием и невинной прелестью она тронула сердца даже закоренелых безбожников. Огюст де Шатейон запечатлел сцену на полотне. Еще 20 августа госпожа Гюго отослала священнику полное собрание сочинений своего мужа в 20 томах с переплетом цена 40 франков, попросив издателя Рандюэля потихоньку вычесть стоимость посылки из гонорара автора. Жюльетта Друэ пожертвовала для белого платья конферманки о романтизм своим старым платьем из органди, облачком полупрозрачной ткани, напоминавшим о временах расточительной роскоши. После богослужения Гюго отправился в Париж, чем немало разочаровал гостей, собравшихся на званый обед, который давали Пьер Фуше с дочерью для всего окрестного духовенства. Адель Гюго боязливый бухгалтер писал мужу, расходы на первые причастия Дидины не превысили двухсот франков. Конечно, довольно дорого, но как только Шетион закончит свою картину, он уедет, и я закрою двери дома для всех. В Фурке царили строгие порядки. 16 апреля 1837 года Гюго и Сент-Бёв присутствовали на похоронах Габриэлы Дорваль совершенства красоты, умершей двадцати одного года от роду любовницы Фонтане и старшей дочери Мари Дорваль. Неприятнейшая встреча, говорил Сент-Бёв в письме Кульрико Гусингеру от 28 апреля 1837 года. Нас было пятеро в Фиакле, в том числе Гюго, Барбие, я, Боннер из Ревю Де Демонт. Не доставало только Виньи. Из этих пятерых трое, я и Гюго с одной стороны, Боннер и я с другой, не разговаривали друг с другом, делали вид, будто мы незнакомы, А ведь все трое сидели в одном Фиакле, нос к носу. Вот уж действительно похороны. Дружеские чувства в их сердцах были более мертвы, чем юная покойница Габриэла. Гюго, хладнокровный, бесстрастный, беседовал с несчастным Фонтане. Беспокойный, взвинченный Сент-Беофф не проронил ни слова и упорно глядел в окно Фиакро. Если бы он мог сбежать, он без сомнения сделал бы это. В течение некоторого времени Сент-Беофф еще надеялся, что ему удастся вернуть Адель. 20 июня 1837 года он писал Гутингеру. Она не выходит из своей комнаты, не переносит ни езды в экипажи, ни прогулок пешком. Мне лишь с великим трудом после долгих перерывов удается получить весточку от нее. Увы, на днях я бродил вечерней порой в толпе ликующих людей под этим волшебно прекрасным небом стена и плача словно раненый олень. Он сделал попытку вновь завоевать ее любовь, напечатав в Ревю Де-де-Монт более чем прозрачную повесть госпожа Де-Понте-Ви. Там он описывал любовь несчастливой в браке женщины, разочарованной, одинокой и непонятой из-за своей пугливой застенчивости, к некоему Мюрсе, ее другу, которому автор искренне сочувствует. Жизнь ее чем-то напоминала те глубокие и узкие лощины, куда солнце заглядывает не ранее одиннадцати часов, когда лучи его уже опаляют зноем. Наконец, госпожа Де-Понте-Ви воспылала страстью, и, несмотря на то, что ее чувствительность дремала, ни в чем не отказывала своему другу, однако не потому, что разделяла его любовные желание, а потому, что хотела дать ему полноту счастья. Но затем любовь ее словно бы угасает сама по себе, Мюрсе скитается в самых уединенных местах, непрестанно повторяя про себя «Все кончено, оставь меня». Однако подзанавес все улаживается благодаря нежной настойчивости Мюрсе, и счастливые влюбленные соединяют руки уже на склоне лет. Но жизнь не всегда складывается так, как хотелось бы писателю. Действительно же такова, что госпожу Гюго возмутило сочинение, явно предназначавшееся ей, тем более явно, что незадолго до того Сент-Лев преподнес ей в дар книжку своих стихов, в которой содержались остинания самого Мюрсе. «Все кончено, оставь меня, опять весна, я жажду летнего огня, на нивах и в сердцах восходят семена, все кончено, оставь меня». Виктор Гюго также прочел повесть госпожа Деплантиви, напечатанную в журнале. Когда до него дошло, что Сент-Бех твердит всем и каждому, что новелла написана с единственным намерением успокоить дорогую ему особу, он пришел в ярость. По всей видимости, тогда же между супругами было решено пригласить болтливого сочинителя в дом на Королевской площади и недвусмысленно знать, чтобы он впредь забыл дорогу к ним. Жестокое объяснение произошло примерно в октябре 1837 года. Почти тотчас после него Сент-Бех отправился в Швейцарию, в Лозанну, где ему предстояло читать курс лекций о пор-рояле. Отъезд на чужбину пришелся как нельзя более кстати. Сент-Бех писал Гутингеру, «Я знаю теперь, что моя личная жизнь не удалась. Мне осталось искать спасительного прибежища в литературе». Позднее, 18 мая 1838 года, он писал «Покидая Париж в октябре, я был мрачен, о, как мрачен, и у меня имелись для того все основания. На Королевской площади я испытал то, что мог бы в разговоре с вами выразить в двух словах. С одной стороны, была предательская и неуклюже подстроенная ловушка подстать нашему циклопу. С другой, неслыханная и поистине глупейшая доверчивость, показавшая мне всю меру ума той особой, которую не умудряет боли и любовь». Серзаясь обидой, Сент-Бех высказал о несчастной Аделе поразительно жестокие и несправедливые суждения. Возвратившись в Париж, он записал следующее. Вновь видел А. Неужели мне дано было убедиться в справедливости изречения Ларош-Фуко «Прощают, когда любят». Впрочем, с любовью кажется, все кончено, во всяком случае с этой любовью. А три года спустя он написал в своем дневнике «Я ненавижу ее». Но Сент-Бех всегда с гордостью вспоминал о единственной победе, лестной для его самолюбия, и с гневом об оскорбительном разрыве. До конца своей жизни он продолжал хоть и резко видеться с Аделью и переписываться с нею. Вот что говорил он в письме к Жоржу Сант уже в 1845 году. «Я по-прежнему безусешен от того, что не люблю и не любим более, от того, что упование на будущее более не поддерживает меня в моих повседневных горестях и в беспросветном моем отчаянии, как в доброе старое время, когда мы были столь несчастны». Что касается Виктора Гюго, разрыв повлек за собой необходимость по справедливости поделить себя между женой и возлюбленной. Жюльеста жила только своей любовью, омрачаемой правда нуждой и взрывами недовольства. Гюго поселил ее в доме номер 14 в квартале Маре на улице Сент-Анастас по соседству с Королевской площадью. Все на ее квартирке были все увешаны портретами и рисунками домашнего божества. Всякий раз, как влюбленные наведывались в антикварные лавки, они приносили оттуда то готические статуэтки, то старинные ткани. В спальне между ложем и камином, где уютно потрескивали пылающие дрова, Жюльеста устроила уголок, где поэт мог работать. И там его ждали остро отчиненные гусиные перья, всегда заправленные масляная лампа и стопка голубой бумаги. Лежа в постели, она безмолвно созерцала милую голову, в которой рождались величественные строки. «Давячи, я глядела на тебя и любовалась своим благородным и прекрасным лицом исполненным вдохновением». Проведенные вместе часы старицы вознаграждали ее за все унижения. Она сказала, «Да, мне хорошо сейчас, я не права, часы текут неторопливы, и я от глаз твоих, не отрывая глаз, в них вижу смутных дум, приливы и отливы. У ног твоих сижу, кругом покой и тишь. Ты, лев, я горлица, задумчиво внимаю, как ты страницами неслышно шелестишь, упавшее перо бесшумно поднимаю». Виктор Гюго Собрание сочинений том двенадцатый Слова сказанные в полумраке Созерцание Перевод Ленецкой Примечание редакции И, надо сказать, такое обожание было приятно, Гюго, но слепым это поклонение назвать нельзя. У Жюльетта накопилось немало поводов для обид и ревности. Ибо в доме на Королевской площади была потайная лестница, которая вела прямо в кабинет Гюго, и Жюльетта, время от времени сама ходившая по этой лестнице на свидание к своему обожаемому, отлично знала, что и другие женщины уступали в этом кабинете неотразимым чарам его хозяина. Из письма Жюльетты Виктору Гюго «Вы красивы, слишком красивы, и я ревную вас, даже когда вы находитесь подле меня. Опрочем, судите сами. Мне хочется, чтобы я одна любила вас, ведь я люблю вас так, что мое чувство может заставить вас забыть о любви всех других женщин». Без сомнения, причина целомудрия ее возлюбленного, на которой она не однажды сетовала, следовало искать в тайных наслаждениях. Несколько раз она обличала его во лжи. Он говорил ей, «Мне надо съездить за город, навестить семью». Но потом она обнаружила, что семья Гюго еще и не выезжала на дачу. Кто же были виновницы таинственных отлучек? Сначала Жюльетта ревновала Гюго к мадемуазель Жорж и Мари Дорваль, а теперь страшилось соперничество своей шляпницы и танцовщицы из оперы мадемуазель Лизон. Искусительницы испытывали все средства обольщения на мужчине, который не думал противиться соблазну. У потайной двери звонили актрисы, жаждущие ролей, юные пылкие кокетки парижского света, начинающие писательницы. Гости и Гюго беседовали о поэзии, устроившись на диване. «Если бы я была королевой, говорила Жюльетта, я не выпускала бы вас иначе, чем в железной маске, тайна которой была бы известна только мне». Но цепи носила она сама, и неверный возлюбленный, как и прежде, запрещал ей отлучаться из дому без него. «Зачем держать меня в заточении, сетвала Жюльетта? Я люблю вас, и любовь моя лучше самых крепких и надежных запоров». Она не могла смириться с подобной тиранией. Скоро минет четыре года с того дня, как ваша любовь лавиной обрушилась на меня, и с тех пор я не вправе ни двинуться, ни свободно вздохнуть. Моей вере в вас грозит гибель под развалинами нашей связи. Вероятно, она не вынесла бы такой жизни, если бы не их путешествие. Каждое лето она получала желанную передышку. Семейство, то есть Адель с детьми, уезжало в Фурке или Булон-Сюр-Сен, жило там на лоне природы, и в течение полутора месяцев влюбленные, став на время супругами, отправлялись в Фужер, родной город Жильетте-Говен, либо в Бельгию, пленявшую Гюго перезвоном колоколов, башнями и старинными домами. Он ежедневно отправлял письмо Адели 17 августа 1837 года. Дорогая, Брюссель меня просто ослепил. Городская ратуша поистине жемчужина зодчества и красотой своей может поспорить со шпилем Шарфского собора. Скажи Дидине и Деде, Шарло и Тото, чтобы они поцеловали друг друга от моего имени. В церкви я думаю о тебе и, выходя на улицу, чувствую, что еще сильнее люблю всех вас, если только это возможно. 19 августа 1837 года. Малинский собор весь одет настоящими кружевами из камня. Из Антверпена в Брюссель путешественники ехали по железной дороге. Скорость невообразимая. Цветы растущие у дороги уже не цветы, а красные и белые ленты. Отдельных образов нет, все сливается в полосы. Белые хлеба похожи на бесконечные волны желтых волос, а заросли люцерны на длинные зеленые пряди. Страницы дорожного альбома покрываются прекрасными зарисовками углем в духе Рембрандта. С тех пор, как оборвалась тонкая ниточка чувства, связывавшая Адель с Сент-Сент-Беллэм. Она не могла с прежним великодушием мириться с отлучками мужа. Ты не должен путешествовать без меня в будущем году, так я решила. Полагаю, что имею на то право. Не подумай только, что я шучу. Если нам окажется невозможным путешествовать вместе, я сниму здесь дом, где мне будет приятнее проводить время в обществе отца и моей сестры Жюли, на которую я стану дурно влиять. Ты вполне можешь не ездить ежедневно в Париж и обосноваться в деревне, ведь сообщение с Гордом теперь очень простое. Сделай, как я говорю, и ты подаришь мне, друг мой, целый год счастья, стоит тебе захотеть. Нередко, когда ты говоришь мне, что это невозможно, я притворяюсь, будто верю тебе, чтобы не лишать тебя душевного спокойствия, но слова твои не убеждают меня. Виктор Гюго дал в письме весьма туманный ответ. Но, казалось, готов был уступить. Дьеп, 8 сентября 1837 года. Путешествие это скоро рассеивающийся дурман. Счастье обретаешь лишь под семейным кровом. Всякий легкомысленный, но не черствый человек нередко вынужден говорить то, чего не думает, и раздавать обещания, которые не может выполнить. Другим источником утешение для Жюльетты была красная книга годовщин, которую она держала под подушкой и в которую ежегодно 17 февраля, 26 мая и в дни прочих торжеств записывали сочиненные по этому случаю стихи. Она восторженно благодарила Гюго. «Я думаю, если Господь когда-либо явится мне, Он предстанет в твоем облике, ибо ты моя вера, мой Бог и надежда моя. Тебя одного Бог создал по образу своему и подобию, следовательно, в нем я люблю тебя, а в тебе поклоняюсь ему». Такое обожествление пробудило в Гюго дух Олимпио. Ей страстно хотелось совершить с ним паломничество в Мец, где они были так счастливы. Он отправился туда в октябре 1837 года без нее, чтобы остаться там наедине с воспоминаниями. После подобных свиданий с прошлым из-под пирала Мартина и Мюссе вышли шедевры. Гюго жаждал помериться с ними. Он жаждал вновь удреть и пруд в заветном месте, лачугу бедняков, что посещали вместе, и одрехлевший вя, то дерево оно в глуши лесной укрыто, убежище любви, где души были слиты и губы много раз. Упорно он искал и дом уединенный, ограду и густой, таинственный, зеленый, знакомый сад за ней. Печален он бродил, а перед ним в смятении под каждым деревом, увы, вставали тени давно минувших дней. Виктор Гюго собрание сочинений, тон первый, грусть Олимпио, лучи и тени, перевод земяной, примечание редакции. Дни, проведенные в раздумье и в прогулках по тем местам, где он познал нежнейшую свою страсть, завершили созданием поэмы грусть Олимпио. Отчего же грусть после такого счастья? Оттого, что контраст между вечно прекрасной природой и быстротечными радостями человека болезненно ранил поэтов романтической школы. Как безвозвратно все уносится забвеньем, природа ясный лик изменчив без конца, и как она легко своим прикосновением рвет узы тайные, связавшие сердца. Пройдут другие там, где мы бродили ранее, настал других черед, а нам не суждено, наш вдохновенный сон и мысли и желания дано продолжить им, но кончить не дано. Ну что ж, забудьте нас и дом, и сад, и поле, пусть зарастет травой покинутый порог, журчите, родники, и птицы пойте в волю, вы можете забыть, но я забыть не мог, вы образ прошлого, любви воспоминания, оазис для того, кто шел издалека, здесь мы делили с ней слезы и признания, и здесь в моей руке была ее рука. Все страсти с возрастом уходят неизбежно, иная смазкую, а та сжимая нож, как пестрая толпа актеров безмятежно уходит с песнями, их больше не вернешь. Виктор Гюго собрание сочинений тон 1, грусть олимпио, лучи и тени, перевод зиминой, примечание редакции. В этих строках поэт бросает вызов времени. Желая сильнее поразить воображение читателей, Гюго воплотил свой замысел в самых бесхитростных картинах природы, в самых безыскусных воспоминаниях. «Озеро» было хорошо написано Ламартином. Поэма Гюго имела не меньше достоинств. Джульетта переписывала ее и в простоте душевной называла ее стихами, где говорится о наших прежних прогулках и впервые за долгое время не выразила должного восхищения этим великолепным подарком, который Гюго ей преподнес. Возможно, она не испытала особой радости, видя, что называет минувшим то, что в ее глазах было вечностью. Джульетта только просила его вернуться с ней в милую ее сердцу долину, так как была уверена, что ей легче, чем ему, удастся отыскать те уголки, где они были счастливы. О, женщины, как любит точность ваш практический ум. Вы им толкуете о вечности, а они вам о топографии. Как и Джульетта, критики не признавали тогда совершенство творения, брошенного им к ее ногам с царственной щедростью. В своей статье о внутренних голосах Гюстав Планш утверждал, что лирическая поэзия Гюго является скорее игрой слов ради слов, чем художественным средством выражения мысли, что автору, хотя он пользуется цезурой и рифмой с мастерством искусственного тактика, не удается показать живых людей розы человеческого. Он признавал, что в осенних листьях поэт на время отказался от виртуозности ради большей искренности в передаче чувств, но, как утверждал критик, Гюго затем вновь вернулся к праздному суисловию. Олимпио вызвал раздражение у Планша. Нам очень жаль, но самое имя Олимпио совершеннейшая нелепость. Нетрудно, впрочем, догадаться, что побудило господина Гюго придумать сию несуразность. Очевидно, в его мыслях представление о собственной особи связано с образом Юпитера Олимпийского, понимая, что заявить «я самый выдающийся человек века» было бы дурным тоном. Господин Гюго взгромождается на трон и нарекает себя «Олимпио». И далее. Господин Гюго утратил ясность ума, ибо обнаружил в себе и жреца, и алтарь. Он основал новую религию, которую я предлагаю назвать самообожествлением. Короче говоря, критик ставил Гюго в вину то, что за пышностью образов он якобы прячет отсутствие мысли и по непомерному тщеславию замыкается в гордом одиночестве. Если изучение книг и людей не поможет ему согреть свою поэкту, тем человеческим теплом, которого ей не достает, он оставит по себе только славу человека, научившего своих современников обращений с инструментом, музыки для которого он не написал. Поистине ненависть мешает видеть прекрасное. 5 марта 1837 года скончался несчастный Эжен Гюго. В начале душевной болезни разум его временами прояснялся. Фонтанэ случайно встретил его при посещении приюта для умалишенных в Сен-Морисе 3 апреля 1832 года. Еду в Шарантон, двор отделения буйных помешанных, брат Виктора. Он встает, вспоминает о поэзии, о премии, который был достоин в Туузе. Затем бедняга окончательно решился рассудкой памяти. Братья навещали его, но редко, потому что до Сен-Мориса Шарантон было неблизко, вырваться из Парижа было нелегко, а врачи не отличали словоохотливостью. Виктора никогда не оставляла чувство вины перед братом, зажив погребенным в каменном склепе. Чтобы умилостивить докучливую тень, он совершил своего рода жертвенные возлияния, сочинив стихотворение «Эжену виконту ге». Коль пожелал Господь обречь себя страданью, коль пожелал Господь божественную дланью главу поэта сжать и, обратив ее в святой сосуд экстаза, влить пламень гения и возложить на вазу могильную печать. Перевод Ваксмахера Примечание редакции Он вспоминал их детские игры. Ты верно помнишь нашу юность? Ты верно помнишь сад зеленый фельянтинок? Они были счастливы вместе, вместе открывали прекрасный мир, вместе делали первые шаги по цветущему лугу, но безвозвратно ушли в прошлое чистые мечты отрочества, того, кто умер и того, кто продолжает жить. Тебе отныне спать на том холме зеленом, что высится один под зимним небосклоном и всем ветрам открыт. Тебе отныне спать в сырой холодной глине, а мне остаться здесь, средь городской пустыни моя судьба велит, а мне остаться здесь, дерзать, страдать, сражаться и шумной славою своей упиваться, скрывая под полой, как в спарте некогда свирепого лисенка, все муки зависти и улыбаться тонко в когтях обиды злой. Виктор Гюго Эжену Виконту Гэ Внутренние Голоса Перевод Ваксмахера Примечание Редакции Не правда ли, сетую на жизнь, мы как бы стараемся утешить души усопших? Не сожалей ни о чем, ведь ты вкушаешь вечный покой, говорит живущий, и это дает ему право на забвение. Абель Гюго прислал счета. Уплачено за экипаж и мелкие расходы на похоронах 17 франков 60 сантимов. Уплачено по счету за эжена 165 франков, итого 182 франка 60 сантимов. Из коих половина на долю Виктора 91 франк 30 сантимов. Мрачная арифметика. 183 франция векна *** 184 франк Мы ждали супругу Виктору Гюго за ее снисходительность. Жюльетта под куполом Академии. Большинство знаменитых людей живут в состоянии проституирования. Сент-Бёв, записные книжки. Слава — это род недуга, которым заболевает после того, как она тебе приснится. Поль Валерий. В 1837 году герцог Орлеанской женился на принцессе Елене Мекленбургской. У Виктора Гюго отношения с наследником престола были лучше, чем с Луи Филиппом. Помимо личных обид, запрещения пьесы «Король забавляется», он упрекал правительство июльской монархии в том, что оно не отвечает своему происхождению. Будучи порождением революции, оно покровительствует реакции. Гюго все больше осознавал долг поэта перед униженными и оскорбленными. Уже в 1834 году в своем ответе на обвинительный акт, явившемся красноречивым манифестом в защиту языка романтиков, он объявил, что все слова свободны и равны, все одинаково важны, и разрушил бастилию рифму. Ответ на обвинительный акт опубликован был лишь позднее, в созерцаниях, 1843 год, примечания редакции. Однако он понимал, что гневная рука, освобождая слова, освобождает мысль. Противники монархического строя, республиканцы, группировавшиеся вокруг газеты «Националь», надеялись привлечь к себе Виктора Гюго, но он считал, что Франция еще не созрела для республики. Его слаблазнял некий социальный бонапартизм. Но где взять бонапарта? Герцог Рейштадтский умер. Режим июльской монархии, казалось, укреплялся. Газета Эмилия Жерардена, профессионального оппортуниста, состоявшего в числе приятелей Виктора Гюго, была сверхпреданной правительству и пыталась завербовать такого ценного новобранца, как Гюго. — Жерарден, — говорил Сэндвёв, — старается, по-видимому, поймать крупного кита, и, думаю, поймает его. Вместо короля, которого Гюго считал слишком осторожным, а к нему невнимательным, он сблизился с герцогом Орлеанским, надеждой всех сторонников либеральной политики. Поэт обратился к нему с ходатайством за старика-профессора, сделав это с некоторым кокетством. — Примите ли вы, ваше высочество, ходатайство неизвестного за неизвестного? Просьба тотчас была удовлетворена. Затем Гюго написал благодарственное стихотворение, которое и привело к знакомству наследного принца с поэтом. Когда Луи Филипп, по случаю свадьбы наследника престола, дал банкет в зеркальной галерее Версальского дворца, Гюго был приглашен на него. Сначала он хотел отказаться. Присутствовать на банкете, устроенном на полторы тысячи человек, казалось ему скудной и незаметной честью. Кроме того, король, давно уже выказывавший холодность Александру Дюма, отказал романисту в приглашении. Гюго заявил, что без Дюма он не пойдет. В дело вмешался герцог Орлеанской, добился возвращения милости к Дюма и настоял на его приглашении. Гюго и Дюма, оба в мундирах национальной гвардии, за неимением придворного костюма, встретились в Версале с Бальзаком в наряде маркиза. Виктор Гюго не пожалел, что он явился на банкет. Его посадили за стол герцога Амальского. Король был с ним весьма любезен. Жена наследника, герцогиня Орлеанская, отличавшаяся образованностью и благородством души, женщина с красивым открытым лицом, сказала ему, что она счастлива его видеть, что она часто говорила о нем с Гете, что она знает его стихи наизусть, и больше всего ей нравится стихотворение, которое начинается словами «То было в бедной церкви с низким сводом». Эта молодая ненка говорила правду. Она с шестнадцати лет увлекалась французской литературой. Ее мечтой был Париж, а любимым поэтом Виктор Гюго. Она еще сказала ему, я осматривала ваш собор парижской богоматери. А в густейшие хозяева явно желали понравиться знаменитому гостю и преуспели в этом. Через три недели после свадьбы наследника поэту дали орден почетного легиона первой степени. Дворцовые служители привезли на Королевскую площадь романтическую картину «Инессе де Кастро» с надписью на дощечке «От герцога и герцогини Орлеанских господину Виктору Гюго 27 июня 1837 года». Он стал присяжным поэтом будущей королевы французов. Без него не обходился ни один прием в Марсанском павильоне. Не только официальные приемы, бывшие по вторникам, но также интимные, которые назывались «Укамина». Посвященные спрашивали друг друга, «Вы будете завтра у Камина?» И всегда они встречали там Виктора Гюго, излагавшего герцогу, который был моложе его на восемь лет, то мысль, что поэт — это толмач Господа Бога, приставленный к принцам. Не испытывал ли он нежных чувств к будущей государыне? В сочетании мужского восхищения и рыцарской преданности молодой, красивой и романтической женщине, которая станет королевой, не чуждо сюжету Рюиблаза, где червь земной влюблен в звезду. Но эти чувства оставались почтительными и тайными. Однако сохранился черновик любопытного письма поэта герцогини. В январе 1838 года Виконт и Виконтесса Гюго принимали у себя на Королевской площади августейшую чету. Под управлением Луизы Бертен хор девочек спел отрывок из ее оперы «Эсмеральда». Празднество очень удалось и утвердило династические симпатии Гюго. Герцог Орлеанская удивился, что Виктор Гюго ничего не ставит на сцене, и драматург ответил, что у него нет театра. Французская комедия предоставлена мертвым, а Порт-Сен-Мартен отдан глупцам. Принц заставил министра Гизо предложить автору редкую привилегию иметь свой театр. Им стал Ренессанс. И управление театром Дюма и Гюго доверили директору газеты Антенору Жюри. К открытию театра Гюго должен был дать драму в стихах. Где нашел он сюжет Рюи Блаза? Источников тут много. Мелодрама «Латуша», «Королева Испании», роман Леона де Веи, где рассказывается о том, как художник Рейнольдс, отвергнутый Анжеликой Кауфман, заставил ее выйти замуж за Лакея. Для внешней декорации было использовано путешествие по Испании, госпожи Дель Нуа. Но, в сущности, источники большого значения не имели. Драма — это сочетание поэзии, буфонады, фантазии, политики, была характерна для Гюго. Мечтатель Рюи Блаз вознесен к власти силой своего дарования и воли государами. Осуществление мечты. В драме две стороны. Это и волшебная сказка, и манифест. Рюи Блаз — это народ, у которого есть будущее и нет настоящего, в нищете своей влюбленной в единственный образ, исполненный для него божественного сияния, в королеву. Пьеса, написанная за один месяц, оказалась лучшим творением Гюго. Самый стих, героический по тону, звучанием не уступал стиху классиков великой эпохи. Богатая звучная рифма скандировала ораторские тирады, из которых одна, по меньшей мере, монолог в третьем акте, представляла собой шедевр поэзии и исторической правды. Рюи Блаза исполнял Фредерик Леметтер. Гюго знал, как страдает Джульетта из-за того, что оборвалась ее театральная карьера, и понимал, что в этом виноват он. Если бы любовь знаменитого поэта не бросала на нее слишком яркий свет, она бы, как и многие-многие другие, продолжала играть маленькие роли. Желая, наконец, вознаградить ее, Гюго предложил ей роль королевы Марии Найбургской. По настоянию Дюма в театр Ренессанс пригласили его любовницу Иду Ферье. В 1840 году она стала его женой. Гюго имел, конечно, право на такую же любезность в отношении Джульетты. Она была в упоении. С тех пор, как ты поманил меня возможностью сыграть в твоей восхитительной пьесе, я живу, как лунатик, меня как будто напоили шампанским. Но это было бы слишком прекрасно. Она предчувствовала разочарование. «Я умру до своего дебюта в театре Ренессанс. Все эти люди облегчат мне путь к вечному упокоению». Но ведь Гюго еще предложил ей совместное недельное путешествие в Монмирай, Реймс, Варен, Бузье, и бедняжка Жульетта сразу просияла от счастья. «Люблю тебя, мой Тато, обожаю тебя, мой дорогой. Ты мое солнце и жизнь моя». Солнце быстро затмилось. Адель Гюго воспользовалась отсутствием мужа и прибегла к мере весьма действенной, жестокой и достойной осуждения. Из Булани, где она находилась с детьми, она написала Антенору Жули. «Вы, наверное, удивитесь, что я вмешиваюсь в дела, которые в конечном счете касаются только вас и моего мужа. Однако, сударь, я, думается, мне имею некоторое право поступать так, раз я вижу, что успех пьесы Виктора поставлен под угрозу, и притом добровольно. А ведь так оно и есть, по крайней мере, я этого боюсь, поскольку роль королевы отдана особе, которой была одной из причин шумихи, поднявшейся вокруг Марии Тюдор. Общественное мнение, справедливо это или нет, настроено не в пользу таланта мадемуазель Жульетты. «Я питаю некоторую надежду, что вы найдете способ передать эту роль другой актрисе. Нечего и говорить, что я имею тут в виду только интересы дела, оттого и настаиваю на этом. Мой муж, интересуясь этой дамой, оказал ей поддержку, и она поступила к вам в театр. Прекрасно. Но я не могу допустить мысли, чтобы все это дошло до того, что будет поставлен под вопрос успех одной из прекраснейших пьес». Адель приписывала свои тревоги с заботом о художественном успехе драмы, а на самом деле в ней говорила ревность. Она попросила Антенора Жули держать ее вмешательство в строжайшей тайне, погрешив таким образом против честности в своих отношениях с мужем. Директор испугался, и по возвращении Гюго сообщил ему, что роль королевы он отдал Атала Бошен, которая для этого достопамятного выступления приняла настоящую свою фамилию, Луиза Бадуан, и которая имела бесспорные права на главную роль, так как была любовницей Фредерико Леметро. Гюго ничего не знал о письме Адели и не стал протестовать, так как глубиня души разделяла опасения, высказанные ему Антенором Жули. Печальную для Жульетты весть он сообщил ей очень осторожно, говорил не о том, что у нее недостает таланта для этой роли, а во всем обвинял интриги и предрассудки. Удар был очень жесток. Какой ты был добрый со мной, мой бедненький, любимый мой. Я всегда хорошо чувствую все твои старания скрыть нанесенные мне оскорбления или утаить свое горе. Очень ценю это, очень. Постановка Рюи Блаза оказалась для Жульетты долгим мучением. Мне очень грустно, мой бедненький дружок. Ношу в душе траур по чудесной, дивной роли, умершей для меня навсегда. Мария Наибургская никогда не будет жить через меня и для меня. Ты представить себе не можешь, как мне горько. Потеряна последняя надежда. Для меня это страшный удар. Потом эта преданная, самоотверженная женщина заказала себе для премьера новое платье, а на спектакле аплодировала так усердно, что разорвала себе перчатки. Вместе с ролью в Рюи Блазе исчезла для нее последняя надежда вернуться в театр, зарабатывать на жизнь для себя и для маленькой Клер. Что будет с нею, если когда-нибудь Гюго ее бросит? Но даже если он останется ей верен, как будет страдать ее гордость? Всю жизнь тебе одно название, содержанка. В течение года у нее разрасталась мысль, что если она не в силах создать себе независимое положение и не может рассчитывать на законный брак, то для нее спасением был бы моральный брачный союз с любимым. Быть его женой, душой и сердцем — вот чего она хотела. На физическую верность этого фавна, окруженного целой сотней нимф, она совсем не рассчитывала. Кокетливость, появившаяся у ее возлюбленного, облегающий покрой панталон, обдуманная прическа, были тут явным признанием, так же, как и слишком частое его отсутствие на ложе в квартире Жюльетты на улице Сент-Анастас. — Истинно, истинно говорю вам, всякий мужчина, не исполняющий обещания своего, прослывет дурным возлюбленным. А тот, кто вечером посмотрит, положен ли в ногах постели его ночной наряд, прекрасно, однако, зная, что вернется он лишь поздним утром, считаться должен дурним. И сказала тогда Жужу своему Тато. — У вас нет здравого смысла. Вы допускаете, чтобы падали на съедение червям прекрасные плоды души, вместо того, чтобы срывать их с любовью и вкушать с наслаждением, как чудесные плоды из райского сада. Жюльетта, по крайней мере, хотела быть уверенной в прочности их связи, хотела следовать за возлюбленным повсюду и иметь неписанное право вставать между ним и другими женщинами. На эти просьбы и сердечные излияния Гюго в 1839 году отвечал хмурым ворчанием. Он был всем недоволен, его преследовали неудачи. Рюйблас имел средний успех. Интерес к романтической драме падал. Строгий критик Гюстав Планш вынес Рюйбласу суровый приговор. Это вызвал здравому смыслу и хорошему вкусу, возмутительный цинизм. Ребяческое нагромождение невозможных сцен. Господин Гюго слишком рано познал славу. Он замкнулся в самообожании, как в крепости. От этой чрезмерной гордыни до безумия один шаг. И господин Гюго сделал его, написав драму Рюйблас. Но если тут и было безумие, то уж больше со стороны критика, чем автора. Мелодраматический характер этой пьесы мог не понравиться, но как же отрицать ее красоты. Однако новое поколение ненавидело, как Сент-Бёв, слова с заглавных красных букв, украшенных золотыми позументами, как придворные лакеи в его драме. Но Гюго уже работал над новой драмой «Близнецы» и говорил, что он совсем изнемог. Жюльетта с тревогой задавалась вопросом, только ли работа была причиной его усталости. «Здравствуй, бегемот, здравствуй, королевский тигр», — говорила она своему грозному любовнику. Когда она жаловалась, Гюго клялся, что он никогда никого, кроме нее, не любил по-настоящему. Были ли это просто успокоительные слова, которые говорят мужчины? Она не хотела ему верить и требовала, чтобы исключительный характер их любви был подтвержден клятвой, не перед людьми, а перед Богом. В ночь с 17 на 18 ноября 1839 года он дал на это согласие. Он поклялся, что никогда не покинет ни Клэр, ни Жюльетту. Она же обещала навсегда отказаться от театра. Это было не сделкой, но мистическим бракосочетанием. А для Клэр Прадье — удочерением. Жюльеста Друэ Виктору Гюго, 18 ноября 1839 года Чтобы все было как должно при нашем бракосочетании, я испытала такое же волнение, как и в первый день нашей близости. Несказанное счастье, небесное блаженство, бессонница, изумление. Все это было нынче ночью, едва ли я спала несколько часов, хотя встала очень поздно. Словом, мой бедненький, обожаемый мой, почти что муж мой, почти мало значит, сегодня утром, пробудившись и читая молитву, я чувствовал себя новобрачной. Да-да, я жена твоя, ты можешь не краснее показываться со мною на людях. И все же я прежде всего твоя любовница. Это мое первое имя, имя, которое я ценю превыше всего и хочу сохранить. А Гюго? Каковы были его чувства? Он восхищался щедрой добротой этого благородного и великодушного создания, этой смиренной и страстной любовью. Он был благодарен Жюльетте за семь лет счастья, возвратившего ему веру в себя. Он часто и серьезно обязывался быть отцом для маленькой Клер, несчастной из-за ее ложного положения. И тем не менее он по-прежнему заставлял свою мистическую супругу вести нелепую затворническую жизнь, при которой она не могла ни подышать воздухом в саду, ни пройтись по бульвару. Деревом считай трубу своей печки, а солнцем — корселевскую масляную лампу. Такое существование было пыткой для бретонки, любившей простор полей. То-то-то-то, вы не очень любезны со мной. Действительно, не очень любезен. Тем более, что себе-то он позволял разные причуды и измены. Но правила созданы не для гениев. Эго-гюго. Однако в 1840 году они два месяца путешествовали вдвоем по Бельгии, побывали в Кёльне и в Майнце. Тогда-то он увидел Черный лес, название которого в детстве вызывало в его воображении картину сумрачной и страшной лесной чащи. Они доехали до Рейна, видели белесое небо сквозь пролеты черных стрельчатых арок, руины старых башен, поросшие кустарником. Во время путешествий он был, как всегда, очаровательно добрым и ласковым. Любовь их лучше всего расцветала в непривычной обстановке. Радостью Жюльесты были также в 1839 году, а затем и в 1840 году визиты Виктора Гюго академикам. Те крохи времени, которые он при этом дарил ей, украской прихватывая ее с собой в кабриолет. Гюго по-прежнему очень хотелось попасть во французскую академию, а он привык достигать желанной цели. В 1839 году со смертью Мишо, автора истории крестовых походов, освободилось кресло. Гюго был кандидатом, имевшим поддержку в Королевском дворце. И хотя он сам от этого отнекивался, это так было на самом деле. С Луи Филиппом после банкета в Версале он заигрывал. Когда Арман Барде был приговорен к смертной казни за вооруженное нападение на сторожевой пост в консьержерии, когда был убит в стычке начальник охраны, Гюго принес в Тюйлири следующее четверостишее. «Я знаю, чужды вам мстительности злоба, о милости прошу, властитель наш благой, во имя государь вам дорогого гроба и колыбели дорогой». Перевод Донского, примечание редакции. Король ответил любезно и с уважением к Конституции. «Моя мысль опередила вашу. В ту минуту, когда вы просите о помиловании, я уже оказал его в сердце своем. Мне остается только получить его. Луи Филипп». Поэтому позднее поэта написал об этом короле. Луи Филипп был мягок, как Людорик IX, и добр, как Генрих IV, один из лучших государей, когда-либо занимавших престол. Виктор Гюго. Отверженные. Часть 4. Книга 1. Глава 3. Луи Филипп. В Академии соперником Виктору Гюго был в этот раз Антуан Беррие. Правительственная цензура, прежде враждебная Гюго, теперь поддерживала его против оратора-легитимиста. Некая газета, благосклонная к Беррие, хотела напечатать карикатуру, на которой Академия, изображенная в виде благодушной старушки, отгоняет Виктору Гюго, Бальзака и Александра Дюма от дверей дворца Мазарини. Подпись под рисунком гласила, «Вы ведь крупные и сильные, опросите с убежища инвалидов. Вы что же, хотите отнять хлеб у бедных старичков? Вступайте работать, лентяи!» Цензура не пропустила эту карикатуру. Выборы в Академию состоялись 19 декабря. В первом туре Беррие получил 10 голосов. Гюго — 9, Бонжур — 9, Вату — 2, «Лэ Мене» — ни одного. Пустые дюллетени было подано 3. После семи туров выборы были отсрочены на 3 месяца. Голоса, полученные Казимиром Бонжур, автором слащавых комедий, означали у одних только не Беррие, а у других только не Гюго. 31 декабря 1839 года вновь появилась вакансия ввиду смерти мансиньора Келлен, парижского архиепископа, того самого, который вернул Джульен Нуговен к мирской жизни. 20 февраля 1840 года были проведены двойные выборы. 30 голосами из 31-го был избран граф Моле на место Келлена и Флуране на место Мишо. Гюго же был забаллотирован. Одним из самых ярых противников Гюго был Непомюсен-Лемерсье. Дюма пригрозил ему, «Господин Лемерсье, вы отказались отдать свой голос Виктору Гюго, но уж свое место вам рано или поздно придется ему отдать». Так оно и случилось. Лемерсье умер 7 июня 1840 года. Кузен сказал Сент-Беллу, «Пусть уж изберут Гюго в академию, пора с этим кончать, это становится скучным». И вот 7 января 1841 года Гюго одержал верх над третистепенным драматургом Ансело, получив 17 голосов против 15, отданных его сопернику. За Гюго голосовали Шотабриан, Ламартин, Вильямен, Надье, Кузен, Минье, а также политические деятели Сьер, Моле, Сальванди, Руайе-Колар, что было, думалось, Гюго указанием, может быть, приглашением. Гизо, который был за Гюго, опоздал и не мог голосовать. Сент-Беллу одобрил избрание в своей записной книжке, «Так-так, это хорошо, академию нужно время от времени насиловать». Избрание Гюго произошло вскоре после того, как прах Наполеона I был перевезен с острова Святой Елены в Париж, и поэтому газета «Ла Пресс» напечатала следующее анонимное чисверостишее. «Вы оба, наконец, достигли цели правой, достигли, вопреки всем козням темных сил, Наполеон в Париж вернулся вновь со славы, и в академию Виктор Гюго вступил». Перевод Донского, примечание редакции. Жюльетту очень огорчала пятая попытка Гюго выставить свою кандидатуру. «Ах, как бы я хотела, чтобы не было ни академии, ни театров, ни издательств! Пусть бы на свете были только большие дороги, дирижанцы, постоялые дворы и обожающие друг друга Жужу и Тото!» Но в вечер избрания она бросилась к нему в объятия. «Здравствуй, мой Тато! Здравствуй, мой академик! Славой насыщенный, но еще не присыщенный!» Ко дню его приема в академию она заказала себе красивое платье. Сам новоизбранный возил ее к Портнихе на примерке, так как Жюльетта не имела права бывать где-нибудь одна.